Доброе утро! 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 С 2016 года правительством под руководством губернатора проводится жесточайшее, иначе не скажешь, наступление на социальные права жителей Кировской области, которое в конечном итоге приводит к снижению покупательской способности населения, снижению уровня жизни. Вначале были отняты льготы у ветеранов труда федерального значения, студентов и школьников. Затем практически отняли права тех, кто трудился практически в течение 40-45 лет, получить хотя бы звание ветерана труда Кировской области, так как каких-либо наград от своих руководителей практически ждать не приходится. Затем отняли у молодежи надежду на приобретение собственного жилья, и все это при активной поддержке депутатов от партии Путина Медведева. А сейчас еще замахнулись и на святое сельских учителей. Эта льгота, насколько я знаю, действовала более 70 лет. И вот появился законопроект, который сегодня, хотя он и снят с рассмотрения, чтобы отнять у сельских учителей льготу на отопление и на электроэнергию. Правда, отчасти сами, конечно, виноваты. Это расплата за угодничество. У нас ведь многие во власти находятся с педагогическим образованием. Помните, как главы районов и городов бросились все как один под копирку защищать Никиту Юрьевича? А что получается в ответ? От правительства угрозы с предложением уволиться уже сейчас, если не гарантируют на подчиненной им территории результат на предстоящих выборах более 80% в пользу, даже и партии не хочется называть, так как считаю, что партия, прежде всего, это ответственность перед народом. А тут, наоборот, полная безответственность. Правительство говорит, нет денег. Кризис у нас, все время кризис. 1998 год, кризис и дефолт. 2008 год, кризис. 2015 год, кризис. Я уже не говорю о беспределе 90-х. А у власти все те же. Вы как инородное тело на теле народа. Народ просто, вы знаете, вас ненавидит. Если нет денег, то на какие бабки сейчас работает в каждом районе и городе целая бригада и бригадиры от имени предполагаемых кандидатов от Единой России? Самое время этим заинтересоваться прокуратуре, налоговым органам, да и силовой структуре не должны быть в стороне. Будьте бдительны, ведь в конечном итоге эти деньги будут отбиваться за счет бюджетов или ухода от налогов. Где брать деньги? Только что делегация в количестве 20 или более представителей во главе с губернатором посетила Китайскую Народную Республику, процветающую, с высокоразвитой экономикой. Будет ли от этой поездки польза? Навряд ли. Так как там на первом месте дисциплина и ответственность руководителей перед народом и государством. А у нас что? Если премьер-министр заявляет, а зачем вводить прогрессивный налог, так как тут же последует сокрытие доходов и вывод за границу. Это говорит лидер партии, власти и правительства. За это надо немедленно человека отстранять от всех должностей. Поэтому и на местном уровне руководители ведут себя как цирки. Только ответственность наступит и расплатится с вами та же власть. Владимир Владимирович Быков не стесняется отставить сюда к продажу муниципальных земель за бесценок, вместо того, чтобы поблагодарить прокуратуру за бдительность. В то же время сотни семей город наказал, отобрав землю у законных приобретателей. Хотя при попустительстве городских властей, как оказалось, первоначально было захвачено мошенниками, а пострадали законные приобретатели. Надо ли говорить о состоянии дорог в городе, о беспределе в области застройки города. Поэтому Коммуническая партия Российской Федерации, региональное отделение выступает за отставку главы города Владимира Васильевича Быкова. Я уверен, я наградно об этом говорил. Природа каждому воздаст по заслугам. И никакая вам церковь не поможет. Работать и жить надо во славу своей территории, своего государства, своего народа. Спасибо. Слово представляется Михаилу Викторовичу Колнышеву от фракции «Справедливая Россия». Пожалуйста. Добрый день, уважаемые коллеги. Сначала разрешите я вам зачитаю обращение, которое появилось на одном из сайтов города Кирочепецка. Речь касается как самой сферы ЖКХ, так и как к этой сфере относятся власти, в частности, муниципальное образование, которое я представляю. Неделю горит городской полигон отходов. Вблизи зрелища выглядит апокалиптично. Столб дыма поднимается над тлеющим в глубине мусором, и только багровые огоньки видны на соседних кучах мусора. Аромат горения, растилающийся на километры, не только дурно пахнет. Горящий пластик не приносит пользы для здоровья. К счастью, до города зловония не доходит. Но если вы понимаете, что если дым не идет в сторону города Кирочепецка, то он идет в другую сторону. Но не похоже, что с огнем пытается активно бороться. Администрация не информирует горожан о потенциальном риске здоровья в связи с пожаром. В управлении гражданской защиты дежурный философский ответил «горит и горит». Между тем, на объекте не видно спецтехники МУП «Коммунальное хозяйство», необходимое для борьбы с огнем. На мусорных полигонах горение ликвидируется пересыпанием грунтом с постоянным проливанием воды. Этого не делается. Возгорание на полигонах – вещь достаточно рядовая. В нормально работающей системе очаги локализуются в кратчайшие сроки, чтобы не допустить распространения пожара. Мероприятия эти чрезвычайно затратные. Но чиновники за год довели коммунхоз, коммунальное хозяйство города Киркопецка до такой степени, что оно не в состоянии справиться не только с простейшими задачами, но и, соответственно, с тушением свалки. Это плод реформ. В нашем городе продолжаются ежегодные, ежемесячные реформы в сфере коммунального хозяйства. То есть одним из заместителей главы администрации. Вот этот плод сегодня дошел до того, что мы не можем даже потушить свалку, о которой сейчас идет речь. Мусор продолжает гореть. Сам полигон понеменяет банальную свалку. То есть я вам хочу сказать, что года три назад у нас там организовалась диаспора одной из национальностей. Ну, не буду скрывать, цыгане. То есть они там вели, так сказать, отсев мусора. Их тогдашний директор с помощью полиции, так сказать, вывели из этого полигона сегодня. Сегодня эта тема, так как полигон сегодня никем не охраняется, не обслуживается, вновь актуальна. Соответственно, у нас впереди засущество лето. И вот гражданам чисто хотелось бы быть уверенными, что данный пожар будет потушен в ближайшее время. Надеюсь, Никита Юрьевич, как бы обратите внимание, и, может быть, после вашего звонка что-то начнут делать. На самом деле, что касается реформ, то действительно не продолжается. То есть я как-то уже года полтора назад выступал по тему, как у нас проводятся собрания по капитальному ремонту в городе Кирово-Чепецке. Так вот, принцип проведения безобщественности продолжается. Буквально недели две назад у нас была очередная встреча с жителями города Кирово-Чепецка, с гражданами, как написано, да? Но кто же эти были граждане? Как всегда, это была часть муниципальных работников. Была группа людей в специальной одетой форме, я так понимаю, это те люди, которые должны были в это время убирать территорию вокруг администрации города. Как ни странно, опять был сотрудник полиции, видно, опять чего-то опасались. Ну и о чем же шла речь? Речь не шла, в принципе, о том, на мой взгляд, как будет в кратчайшие сроки идти ремонт. Речь шла в кулуарах, как сказали источники из администрации, о том, как же будут собирать долги за капитальный ремонт. Так вот, одна из фирм в нашем городе, которая успешно, в кавычках, работает на рынке ЖКХ, предложила уже свои услуги о сборе, о работе с должниками. Я так понимаю, у нас скоро в городе могут появиться очередные коллекторы, за которые родит родная администрация. Лично я, конечно же, буду против этого, но посмотрим, что покажет жизнь. Ну, наверное, в заключение хотелось бы сказать, что на самом деле сфера ЖКХ, она очень серьезная схема, тема. И вот все-таки приду, наверное, в заключение вот к чему. Все мы помним советские времена и помним государственные ЖКХ. Нам в то время говорили, что чиновники проворовались, и придя в данную сферу, частный бизнес наведет порядок. Я вам скажу, что лично мне стыдно за город Киро-Чепест в плане парня ЖКХ, я все больше краснею за их работу, но также я краснею как бы так в сторону того, что вспоминают те коммунистические времена советские, где все-таки порядка было больше. То есть, на мой взгляд, не нужно было данную сферу убирать частный бизнес, а менять всего лишь директоров, ставить нормального управленца, что сегодня, на мой взгляд, не делается. Спасибо. Спасибо, Михаил Викторович. На заседании законодательного собрания предлагается рассмотреть вопросы, включенные в розданный вам сегодня проект повестки. По сравнению с разосланным ранее примерным перечнем, произошли следующие изменения. Дополнительно включены вопросы о протесте прокурора Кировской области на закон области об областном бюджете на 2016 год. Протест внесен прокурором уже после рассылки и рассмотрен профильным комитетом. О проекте федерального закона о внесении изменений в федеральный закон о рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов вопрос был рассмотрен на заседании профильного комитета и рекомендован к включению в проект повестки. Исключен в связи с отзывом субъектом инициативы проекта закона области о внесении изменений в статью 2 закона области об установлении дополнительных ограничений времени, условий и мест розничной продажи алкогольной продукции на территории области. Ставлю на голосование вопрос о принятии предложенного проекта повестки заседания за основу. Голосуем. За 41. Решение принято. Уважаемые депутаты, от губернатора и председателя правительства области поступило письмо с просьбой перенести рассмотрение проекта закона области о внесении изменений в закон области об образовании в Кировской области с апрельского заседания. Ставлю на голосование вопрос об исключении из повестки заседания вопроса номер 11. Голосование процедурное. Прошу голосовать. За 41 против 1. Решение принято. Вопрос исключен. Будут ли еще замечания предложения по повестке? Николай Григорьевич Дубровин, пожалуйста. Алексей Максимович, я бы попросил, чтобы 17 вопрос рассмотрели перед 6, а не аналогичные вопросы о государственных должностях Кировской области. Потому что мой законопроект представлен еще 25 февраля. Он раньше намного. Поэтому прошу рассмотреть его вперед. Предложение понятно. Николай Григорьевич предлагает 17 вопрос рассмотреть пятым вопросом перед 6. Голосуем. Кто за то, чтобы сделать перенос в повестке дня? Прошу голосовать. За 24 против 15 держалось в строе. Решение принято, да? Принимается 24 от 42. Прошу предоставить мне слово в разном. Дмитрий Михайлович, пожалуйста. А у меня еще вопрос по повестке. Вот снят 11 вопрос, перенесен на май по образованию в Кировской области. А аргументация какая? Ну, вы скажите, связи с чем перенесен? Я сказал, связи с письмом, с просьбой о перенести... Ну, хорошо. А причина в чем? Ну, пожалуйста, Николай Григорьевич. Значит, поступило предложение о проведении дополнительных консультаций. Плюс позиция прокуратуры по данному законопроекту мы... Тоже она у нас не согласована. Оказалось, поэтому мы договорились о проведении дополнительных консультаций для того, чтобы, собственно, все вопросы, которые поднимались и депутатами в рамках рассмотрения на комитетах, и в рамках того определения прокуратуры, чтобы мы могли обсудить. Так, будет ли еще в разном выступлении? Нет. Ставлю на голосование вопрос о принятии повестки заседания с учетом изменений. Прошу голосовать. За 41 повестка принимается. Переходим к рассмотрению вопросов в повестке заседания. Первый вопрос. Отчет губернатора, председателя правительства Кировской области о результатах деятельности правительства Кировской области за 2015 год. Уважаемые коллеги, напомню, что в соответствии со статьей 42-й Устава области к ведению законодательного собрания отнесено заслушивание ежегодных отчетов губернатора о результатах деятельности правительства области. В рамках подготовки к рассмотрению отчета правительства поступившие от фракции вопросы были заранее направлены к губернатору области. Ответы на них получены и направлены для ознакомления всем депутатам. Слово предоставляется Никите Юрьевичу Белых, губернатору, председателю правительства Кировской области. Пожалуйста, Никита Юрьевич. Уважаемые депутаты законодательного собрания, уважаемые жители Кировской области, сегодня в соответствии с уставом Кировской области я представляю отчет о работе правительства региона за 2015 год. Прошедший 2015 год был непростым, наполнен сложными событиями, это и резкое торможение темпов роста общемировой экономики, введение санкций против России, волатильность на рынках нефти и валюты, сжатие спроса на внутреннем и внешнем рынках, развитие кризисовой экономики. В 2015 году в Кировской области, как и в целом по Российской Федерации, наблюдались снижения темпов роста оборота розничной торговли, платных услуг, объемы инвестиций в основной капитал. Но в отличие от большинства регионов, положительную динамику показало промышленное производство, объемы строительных работ. В прошедшем году введены рекордные для области за весь постсоветский период объемы жилья. Сегодня я представлю некоторые показатели по нашему региону в сравнении с общероссийскими и средними по Приволжскому федеральному округу. В перечне важнейших задач, которые мы ставили перед собой на 2015 год, можно выделить такие, как реализация пакета антикризисных мер, развитие сельского хозяйства, улучшение предпринимательского и инвестиционного климата, развитие транспортной системы, контроль в сфере жилищно-коммунального хозяйства, развитие социальной сферы, повышение доступности государственных и муниципальных услуг. В рамках своего выступления я частично отвечу на вопросы, заданные депутатами Законодательного собрания Кировской области. Подробные ответы, представленные в мой адрес, вопросы вы получили дополнительно в письменном виде. С целью преодоления кризисных явлений в начале 2015 года комиссии по обеспечению устойчивого развития экономики и социальной стабильности в Кировской области был принят план антикризисных мер на 2015-2017 годы. Основные направления деятельности правительства Кировской области включают в себя стабилизацию экономического развития и отраслей экономики, поддержку малого и среднего предпринимательства, наращивание доходной части областного бюджета, повышение эффективности бюджетных расходов, обеспечение социальной стабильности, проведение мониторинга и контроля ситуации в экономике и социальной сфере. В течение 2015 года органами исполнительной власти области проводилась работа по выполнению всех мероприятий плана, в том числе с учетом основных положений прошлогоднего послания Законодательному собранию области о социально-экономическом положении региона. Сразу хочу сказать, что в настоящее время действующий антикризисный план актуализирован с учетом опыта его реализации в 2015 году, и основные действия правительства Кировской области, направленные на преодоление кризисных явлений, будут продолжены. Теперь переходим к отдельным направлениям. Сельское хозяйство. Анализируя то, что было сделано в 2015 году, я могу отметить, что нам удалось реализовать комплекс мероприятий в сфере аграрного производства и добиться лучших результатов за последние годы. Напомню, сельскохозяйственное производство является крайне значимым для экономики региона. На его долю приходится около 9% валового регионального продукта. Более 37 миллиардов рублей составило производство продукции. Собрано более 580 тысяч тонн зерна. Надой на одну корову увеличился на 423 килограмма и составил 6545 килограмм, что выше среднероссийского значения на 25%. По данному показателю Кировская область занимает первое место в Приволжском федеральном округе и шестое место в Российской Федерации. По объемам производства молока в сельскохозяйственных организациях Кировская область занимает четвертое место в Приволжском федеральном округе, а по темпам роста данного показателя первое место в округе. Регион полностью обеспечивает себя молочной продукцией. Производство молока на душу населения области составляет более 400 килограмм. В рейтинге субъектов Российской Федерации по динамике прироста доли племенных коров наш регион на первом месте. Укреплению экономического и финансового состояния сельскохозяйственных организаций способствовали меры, осуществляемые в соответствии с Федеральным законом о финансовом оздоровлении сельскохозяйственных товаропроизводителей. В настоящее время в данной программе участвуют 46 сельхозорганизаций. Участники программы увеличили поголовье крупной рогатого скота на 12% к уровню 2014 года, в том числе коров на 8%, производство молока на 17%, надой на одну корову на 7%. Вклад в развитие сельских территорий вносят и малые формы хозяйствования. В 2015 году были реализованы проекты начинающих фермеров, получивших грантовую поддержку. С целью дальнейшего развития малых форм хозяйствования, в том числе фермерских хозяйств, способствующих повышению уровня продовольственной безопасности Кировской области, увеличению доходов населения и развитию сельских территорий, нынешний, 2016 год, объявлен годом крестьянских фермерских хозяйств. В 2015 году продолжался процесс модернизации сельскохозяйственного производства, его технического и технологического перевооружения. Хозяйствами области приобретено более 450 единиц техники на сумму свыше 2 млрд. рублей. Сельхозтоваропроизводителями области заключено более 1000 краткосрочных и инвестиционных кредитных договоров с государственной поддержкой и с остатком судной задолженности в размере более 8 млрд. рублей. В 2015 году построены животноводческие комплексы в агрофирме «Колхоз Путленина» Котельнического района, агрофирме «Пригородная Орловского района», «Андреевская» Уржумского района. Завершено строительство новых молочно-товарных ферм с использованием роботизированных дельных установок в ООО «СХП» Илгань Унинского района, агрофирма «Строители» Уржумского района и ряде других. Всего на поддержку сельскохозяйственной отрасли в 2015 году было направлено 2,9 млрд. рублей, в том числе почти 2 млрд. рублей из федерального бюджета. Малый бизнес. Существенный вклад в экономику региона вносят субъекты малого и среднего предпринимательства. Его поддержка является одним из главных приоритетов для правительства Кировской области. Понятно, что 2015 год для всего бизнеса, особенно для малого, стал непростым годом. Для многих предпринимателей он оказался настоящим испытанием на прочность. Поэтому трудно переоценить роль государственной поддержки в сфере малого и среднего бизнеса. В прошлом году из областного бюджета на поддержку данного сектора экономики было выделено 52 млн. рублей, и дополнительность федерального бюджета привлечено 155 млн. рублей в рамках конкурса, проводимого Министерством экономического развития России. В условиях частичной приостановки кредитования коммерческими банками субъектов предпринимательской деятельности и существенного роста процентных ставок по кредитам, было принято решение об увеличении сроков льготного кредитования малого бизнеса через Кировский областной фонд поддержки малого и среднего предпринимательства с одного года до трех лет. Благодаря этому 1300 индивидуальных предпринимателей и малых предприятий получили для своего развития более 850 млн. рублей льготных кредитных ресурсов под низкую процентную ставку. Еще одним подспорьем получения банковских кредитных ресурсов является программа гарантийного кредитования. Объем поручителей за субъектов малого и среднего предпринимательства перед банками составил порядка 60 млн. рублей. Благодаря этому предприниматели привлекли 250 млн. рублей кредитных банковских ресурсов на развитие своего бизнеса. В прошлом году остро стал вопрос об активизации процессов импортозамещения. Сделать это без новых технологий и без нового высокопроизводительного оборудования практически невозможно. Поэтому впервые в регионе была запущена программа технической модернизации малого бизнеса. Малым производственным компаниям возмещались затраты, связанные с приобретением оборудования. В итоге 136 предприятий приобрели основные средства на 308 млн. рублей. Важным моментом в работе правительства области является развитие малого предпринимательства в моногородах. Для этого 11 муниципальным образованием предоставлены средства областного и федерального бюджетов на реализацию муниципальных программ поддержки и развития предпринимательства. Общий объем поддержки в 2015 году состоял 65 млн. рублей, за счет которых 144 субъекта малого предпринимательства получили финансовую поддержку. И проведено обучение более 120 начинающих предпринимателей и лиц, желающих заниматься предпринимательской деятельностью. В результате реализации мер финансовой поддержки сохранено почти 10,5 тысяч рабочих мест и создано более 1,5 тысяч новых рабочих мест. Еще одним значимым антикризисным проектом являлась разработка закона о налоговых каникулах для впервые зарегистрированных индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность в производственной, социальной и научной сфере, а также в сфере оказания бытовых услуг. Считаю закон серьезной налоговой льготой, которая позволяет начинающим предпринимателям в течение двух лет не платить налоги и направлять высвободившиеся финансовые ресурсы на развитие своего бизнеса. Большое внимание в прошлом году было уделено вопросам межрегионального сотрудничества, которое, безусловно, открывает все больше и больше перспективы для продвижения местных товаропроизводителей на рынке регионов России. Данный процесс не может происходить без взаимного интереса, подтверждением которого является успешное проведение Дней Кировской области в Пермском крае, Нижегородской области, Республике Удмуртия. В рамках обратной связи буквально несколько дней назад состоялась экономическая миссия Удмуртской Республики в наш регион. Проведение Дней Кировской области позволило предприятиям региона выйти из своей продукции на новые рынки сбыта. На данный момент уже заключено 19 контрактов с торговыми сетями регионов-партнеров на поставку продукции, ведутся переговоры о расширении сотрудничества. В 2016 году эта работа будет продолжена. Планируется проведение Дней региона в республиках Коми и Башкортостан, а также городах Санкт-Петербург и Екатеринбург. В рамках развития международного сотрудничества в 2015 году состоялись визиты в наш город представителей и посольств семей иностранных государств. Кроме того, в целях развития сотрудничества с Китайской Народной Республикой формата Волга-Янзы 24-25 марта 2016 года состоялась деловая миссия Кировской области в правительстве Сучуань. В ходе визита подписано соглашение, согласно которому планируется сотрудничество в области экономики, торговли, научно-технической деятельности в сфере информационных технологий и инноваций, создания совместных предприятий и по другим направлениям. Также в целях поддержки экспорта ориентированных предприятий регионов в 2015 году организовано при поддержке правительства области 5 деловых миссий и 8 выездных мероприятий в Казахстане, Азербайджане, Германии и Белоруссии. Что касается промышленного производства, индекс промышленного производства в 2015 году составил 103,3%, что соответствует 23-му месту в Российской Федерации и 3-му месту в Приволжском федеральном округе. В целом по России индекс промышленного производства в 2015 году составил 96,6%, по нашему Приволжскому федеральному округу 96,4%. Положительный темп роста промышленного производства в нашем регионе обусловлен увеличением объема работ в обрабатывающей промышленности, индекс производства в которой по итогам 2015 года составил более 104%. Положительную динамику объемов производства в обрабатывающей промышленности по итогам 2015 года показали производство пищевых продуктов, химическое производство, производство неметаллических минеральных продуктов. Почти на 60% выросли объемы производства машин и оборудования, что связано в первую очередь со значительным наращиванием производства продукции оборонно-промышленного комплекса, а также увеличением производства бытовых приборов. Значимыми инструментами, стимулирующими промышленное производство в муниципальных образованиях области с монопрофильным типом экономики, является развитие инфраструктуры на их территории, а также создание парковых зон интенсивного развития. Сегодня в отчет о работе правительства я представлю только общие итоги 2015 года, однако понимаю, что вопросов, связанных с практической реализацией данных инструментов, достаточно много, и они вызывают большой интерес со стороны депутатского корпуса. Работа по развитию инфраструктуры и организации промпарков в моногородах, конечно, связана с определенными сложностями, которые мы готовы решать. Я предлагаю более подробно обсудить данный вопрос на отдельной встрече в рамках правительственного часа. К началу 2015 года на территории Кировской области велась работа по созданию промышленного парка в Вятских Полянах и промышленного парка Слободино. В числе приоритетов мы определяли для себя возможность создавать частные парки с привлечением активного бизнеса, обеспечив при этом в инвестиционном и налоговом законодательстве преференции для резидентов промышленных парков и управляющих компаний. В 2015 году дополнительно были созданы еще три промышленных парка в сфере индустрии детских товаров «Игроград» на территории города Луза и парк «Конвер» на территории города Белая Холуница. Особенность промышленных парков в Лузе и Белой Холунице в том, что это частные парки. Уверенное их функционирование позволит изменить социально-экономическую ситуацию в моногородах, улучшить их инвестиционную привлекательность, создать новые рабочие места и в целом улучшить качество жизни населения. Успешной реализации данных проектов будет способствовать и работа правительства области по привлечению средств на строительство и реконструкцию объектов инфраструктуры, необходимых для реализации новых инвестпроектов в моногородах. С этой целью в 2015 году заключено Генеральное соглашение о сотрудничестве по развитию моногородов Луза и Белой Холунице с Фондом развития моногородов. В результате реализации данного соглашения уже удалось привлечь средства фонда на строительство и реконструкцию объектов инфраструктуры в моногороде Луза на сумму порядка 250 миллионов рублей, на очереди подписания соответствующих документов по Белой Холунице. Работа правительства области по развитию монотерритории не ограничивается только теми, о которых я сегодня рассказывал. Во всех 11 муниципальных образованиях с моноэкономикой, а это Кирс, Мурыгина, Стрижи и другие разработанные комплексные инвестиционные планы мы работаем со всеми. В целом для стимулирования инвестиционной активности на протяжении нескольких лет мы реализуем мероприятия по улучшению инвестиционного климата в регионе, в том числе снятие административных барьеров и создание благоприятных условий для ведения бизнеса. Санкции в отношении России и удорожание кредитных ресурсов не могли не повлиять на инвестиционную активность предприятий. По предварительным данным за 2015 год на территории Кировской области освоено 56,5 млрд. рублей инвестиций в основной капитал, что составило всего 82% к уровню прошлого года. В среднем по России индекс физического объема инвестиций в основной капитал составил 92%. Однако, если рассматривать динамику инвестиций в ретроспективе за 5 лет, то их объем в регион увеличился на 16%, что в два раза превышает аналогичный показатель среднероссийский. В правительственном области, в том числе в рамках исполнения послания губернатора, принимались меры по стабилизации ситуации в данной сфере. Среди основных направлений я выделю следующие. Во-первых, применение механизмов государственной поддержки. Продолжение предоставления налоговых преференций по налогу на имущество организации в виде установления дифференцированных налоговых ставок вплоть до 0% частным инвесторам, реализующим инвестиционные проекты на территории области, и по налогу на прибыль организации в виде снижения ставки налога, зачисляемого в региональный бюджет с 18% до 13,5% организациям, вкладывающим средства в обновление основных фондов. Я напомню, что правительство Кировской области в 2015 году отстояло право инвесторов пользоваться налоговыми льготами вне зависимости от основного вида деятельности налогоплательщиков. Это позволило обеспечить возможность оказания государственной поддержки частным инвесторам в таких сферах экономики, как строительство, деятельность в области информатики и связи, водоснабжения, организации сбора и утилизации отходов, а также транспорт. Отмечу, что в 2015 году дифференцированной налоговой ставкой по налогу на имущество организация воспользовалась 27 предприятий, реализующих 45 инвестиционных проектов. По налогу на прибыль организации пониженной ставкой воспользовалось 13 предприятий. Эффект от применения данного вида поддержки – это создание высокопроизводительных рабочих мест, повышение эффективности производства и появление конкурентоспособных видов продукции. В 2015 году нами с вами принят закон Кировской области о залоговом фонде Кировской области, который определяет цели создания залогового фонда Кировской области, порядок его формирования и использования. В настоящее время залоговый фонд создан, существует много вопросов, связанных с эффективностью и практикой использования данного инструмента. Все эти вопросы мы готовы обсуждать. Во-вторых, активная работа проводилась по реализации проектов, направленных на улучшение инвестиционного климата при участии Агентства стратегических инициатив. В 2015 году совместно с Агентством стратегических инициатив продолжена работа с муниципальными образованиями Кировской области по внедрению успешных практик, направленных на качественное развитие территорий и улучшение бизнес-среды на муниципальном уровне. Первым шагом стало начало внедрения успешных практик в 11 монопрофильных муниципальных образованиях. Отмечу, что в этом году данное направление планируется реализовать во всех муниципальных образованиях нашей области. Действия правительства региона принесли свой результат. Это подтверждено позицией в национальном рейтинге состояния инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации, проводимой Агентством стратегических инициатив. Кировская область заняла 25 место в национальном рейтинге и вошла в группу с комфортным инвестиционным климатом наравне с Тульской, Ленинградской, Владимирской и другими областями. В-третьих, мы продолжаем поддерживать развитие инновационной составляющей экономики нашего региона. И здесь я в первую очередь говорю о таком направлении, как биоэкономика. Ярким примером служит проведение в нашем городе ежегодного международного экономического форума «Биокиров», в рамках которого предприятия региона при участии правительства Кировской области и иностранных партнеров достигается совместное соглашение о реализации совместных проектов в сфере биотехнологии и биофармацевтики. Необходимо отметить, что реализация данных проектов и соглашений также способствует импортозамещению. Теперь перейдем к вопросам жилищного строительства. Как я уже говорил, в 2015 году в нашем регионе введены рекордные объемы жилья – 725 тысяч квадратных метров, что выше уровня прошлого года на 6%. При этом в целом по России наблюдается падение на полпроцента. Мы ожидаем, что в перспективе нам удастся сохранить объемы жилищного строительства, так как в настоящее время в стадии строительства находится более 1,7 миллиона квадратных метров жилья. Однако очевидно, что на данную сферу, прежде всего, влияет покупательская способность населения и развитие рынка ипотечного кредитования. Улучшение ситуации по этим направлениям будет способствовать стабильности рынка жилья и его развитию. В 2013 году в Кировской области реализуются мероприятия по переселению граждан из аварийного жилищного фонда. В нашем регионе планируется в целом переселить более 7,2 тысяч граждан из аварийного жилья площадью более 105 тысяч квадратных метров. Данную работу необходимо завершить до 1 сентября 2017 года. Программу по переселению граждан мы исполняем с опережением. Всего за период ее реализации переселено 3645 граждан из 1537 аварийных жилых помещений площадью 55 тысяч квадратных метров. В прошлом году здесь в Законодательном собрании в своем послании я озвучивал плановые параметры программы переселения граждан на 2015 год. Отрадно отметить, что они перевыполнены в среднем на 8-9%. Так, на территории области переселено 1 946 граждан из 835 аварийных помещений площадью почти 28 тысяч квадратных метров. Данная работа оценена и на федеральном уровне. Министерством строительства и ЖКХ России составлен рейтинг субъектов по динамике и эффективности реализации программы переселения граждан из аварийного жилья. Кировская область в рейтинге занимает достойное 19 место из 85 регионов. В 2016 году данная работа будет продолжена. Общий объем финансирования программы составит 885 миллионов рублей, в том числе 572 миллиона рублей за счет средств Фонда жилищно-коммунального хозяйства. За счет данных средств запланировано переселение более 2200 человек из 948 аварийных жилых помещений площадью почти 32 тысячи квадратных метров на территории 12 муниципальных образований области. Депутатами задавался вопрос обеспечения качества жилья для переселения. Данный вопрос находится на постоянном контроле со стороны правительства области и профильного регионального министерства. И мы готовы будем отчитаться об этой работе в рамках правительственного часа. Уровень жизни населения, торговля, цены на социально значимые продукты питания – вопрос, который, естественно, не может не волновать самую широкую общественность. Итак, по итогам 2015 года среднемесячная номинальная начисленная заработная плата одного работника составила чуть более 22 тысяч рублей, рост относительно уровня 2014 года на 4,3%. Напомню, что речь идет о номинальной заработной плате. Темпы роста соответствуют средним по России. Среднедушевые денежные доходы – 22 400 рублей, рост относительно уровня 2014 года – более чем на 10%. Однако реальные денежные доходы сократились на 4,2% относительно уровня 2014 года, что несколько лучше, чем в среднем по России, где падение оказалось более глубоким. Под влиянием снижения реальных доходов населения, в том числе из-за значительного роста цен, существенно изменилось потребительское предпочтение населения, которое перешло на сберегательную модель поведения. Оборот розничной торговли за 2015 год составил 175 миллиардов рублей, что в сопоставимых ценах на 7,7% ниже 2014 года. Отмечу лишь, что сокращение оборота розничной торговли в среднем по России составило 10%, а по Привозовскому федеральному округу – почти 13%. Стоит отметить работу, проводимую по стабилизации цен на социально значимые продукты питания. В прошлом году расширен с 15 до 20 позиций перечень социально значимых продуктов питания, на которые торговым организациям рекомендуется устанавливать размеры розничных торговых надбавок до 10% в городах и до 15% в других населенных пунктах. Кроме того, в марте 2015 года в правительственном Кировской области подписаны соглашения о сотрудничестве с действующими на территории региона крупными торговыми сетями «Кировский обл. Потребсоюз», «Система Глобус», «Красногорский», «Продуктовая лавка», «Самобранка», «Новый простор». В рамках данных соглашений торговые сети подтвердили намерение не превышать рекомендованной правительственной области торговой надбавки на 20 позиций социально значимых продуктов питания. В результате стоимость минимального набора продуктов питания, входящих в потребительскую корзину в декабре 2015 года по отношению к декабрю 2014 года выросла на 7%, что на 4% ниже роста цен на продовольственные товары в целом. Стоимость минимального набора на конец года – 3200 рублей на человека. Что касается рынка труда. Уровень зарегистрированной безработицы на 1 января 2016 года составил 1,4% экономически активного населения. Введение рядом стран ограничительных санкций против Российской Федерации оказало существенное влияние на социально-экономическое развитие страны в целом и Кировской области в частности, в том числе на областной рынок труда. При этом ситуация в сфере занятости населения Кировской области характеризовалась постепенно нарастающей напряженностью. В течение 2015 года о предстоящем увольнении по причинам сокращения численности или штата сотрудников были предупреждены 13,2 тысячи работников предприятий области, из которых 6,4 тысячи человек были уволены. И эта цифра почти в полтора раза выше, чем в 2014 году. Численность работников организации области, работающих в режиме неполной занятости на начало 2016 года составила 3700 человек, что более чем в два раза выше, чем на начало 2015 года. Численность зарегистрированных безработных с начала 2015 года увеличилась на 1400 человек или на 17% и на начало текущего года составила 9,7 тысячи человек. Уровень регистрированной безработицы вырос с 1,2% численности экономически активного населения до 1,4% на начало 2016 года. В 2015 году в мероприятиях по содействию занятости населения, реализованных в том числе по итогам послания Законодательному собранию области, приняло участие около 50 тысяч человек. В том числе профессиональное или дополнительное обучение по востребованным на рынке труда профессиям прошли 3 тысячи безработных граждан. В общественных и временных работах приняли участие 14,5 тысяч человек. Собственное дело при содействии органов службы занятости открыло 169 безработных. Из них более 100 человек получили единовременную финансовую помощь на открытие собственного дела. При этом в мероприятии по содействию самозанятости принимали участие безработные жители моногородов, граждане, проживающие в сельской местности, где нет работодателей, женщины, имеющие детей в возрасте до 18 лет, а также инвалиды. Получателями пособий по безработице стало порядка 28 тысяч безработных граждан. Стипендию в период прохождения профессионального обучения получали 3 тысячи человек, досрочную пенсию – 400 человек. В течение 2015 года на реализацию мероприятий областной государственной программы содействия занятости израсходовано 713 миллионов рублей, в том числе средства федерального бюджета – 427 миллионов рублей. В 2015 году сдержать темпы роста безработицы и напряженности на областном рынке труда только региональными мерами не представлялось возможным. В связи с чем, в соответствии с постановлением правительства Российской Федерации, были разработаны дополнительные меры в сфере занятости населения, которыми было охвачено более 700 работников, находящихся под риском увольнения и ищущих работу граждан. Данные работники приняли участие во временных работах по оборудованию и модернизации производственных площадей, а также направлены на опережающее профессиональное обучение по востребованным на предприятиях профессиям. Кроме того, в рамках реализации дополнительных мероприятий на рынке труда в 2015 году на постоянные временные рабочие места было трудоустроено 279 граждан, относящихся к категории инвалидов. На реализацию дополнительных мер было израсходовано более 25 миллионов рублей, в основном это средства именно федерального бюджета. Теперь о социальной поддержке. В условиях кризиса все большую актуальность приобретает социальная поддержка граждан. В 2015 году 302 тысячи человек получали социальные услуги в формате социального обслуживания, а также 419 тысяч человек в финансовую социальную поддержку. Проведена работа по сокращению очередности граждан, нуждающихся в стационарной социальной помощи, которая за 2015 год сократилась в 1,7 раза и на 1 января 2016 года составила 262 человека, из них психоневрологические интернаты, 222 человека. Кроме того, на территории Кировской области реализуется стационарозамечающая технология «Приемная семья» для граждан пожилого возраста и инвалидов в 24 учреждениях социального обслуживания населения из 40. На начало 2015 года в приемных семьях проживало 53 человека, на начало 2016 года 71 человек. В 2015 году в соответствии с планом празднования 70-летия Великой Победы 1941-1945 годов проводилась работа по улучшению социально-экономических условий жизни инвалидов, участников Великой Отечественной войны. 586 человек из 1196 человек, инвалидов и участников Великой Отечественной войны, признанных нуждающимся в предоставлении социальных услуг по итогам исследования условий жизни, принятых в 2015 году на социальное обслуживание. В прошлом году между Министерством социального развития и Благодарительным фондом профилактики социального сиротства заключено соглашение о сотрудничестве по развитию областной модели профилактики отказов от новорожденных. В результате применения инновационных форм и методов социальной работы в отчетном году по сравнению с 2014 годом на 22% увеличилось количество семей, которые были сняты в учреждениях социально-отслуживания населения в связи с улучшением своего положения. В 2015 году продолжилась реализация пилотного проекта по оказанию государственной социальной помощи на основании социальных контрактов. Я напомню, что пилотный проект стартовал в сентябре 2014 года на территории Санчужского, Тужинского, Яранского и Пижанского районов. С 1 сентября 2015 года присоединились Рецкополянский и Малмышевский районы, а также городские поселения названных районов. Напомню, что участниками пилотного проекта являются малообеспеченные многодетные неполные семьи, которые проживают на пилотных территориях не менее одного года. Социальное пособие используется на развитии личного подсобного хозяйства, а с 1 сентября 2015 года перечень имуществ, на приобретение которых используется социальное пособие, был расширен. В него включены швейное и вязальное оборудование, садовый и строительный инструмент. Участие семей с детьми в пилотном проекте повышает их доход и мотивирует на самостоятельный выход из трудной жизненной ситуации. Средний душевой доход семей, получивших данный вид помощи, увеличился в среднем на 18%. За период реализации реализованы проекты по 361 социальному контракту. В 2015 году была активизирована работа по предоставлению многодетным семьям земельных участков для индивидуального жилищного строительства. Так, по состоянию на январь 2016 года предоставлено более 5250 земельных участков. Доля удовлетворенных заявлений многодетных семей о получении земельных участков увеличилась за год с 60% до 79%. 14 апреля 2016 года на территории Кировской области, в исполнении моего послания к законодательному собранию области, открыты первые офисы Почта Банка. Это знаковое событие и для Почты России, и для нашего региона. Я напомню, что мы рассматривали данный проект в связи с уходом ряда финансовых структур из сельской местности. И мы рассматриваем, что этот проект как социальный, так как он будет способствовать решению проблемы доступности финансовых услуг для жителей области, проживающих в труднодоступных и малонаселенных пунктах. Теперь о демографии. Среднегодовая численность населения Кировской области в 2015 году составила чуть более 1,3 млн человек, что на полпроцента меньше численности 2014 года. Сокращение численности связано как с ростом общей смертности в связи с поколеническим фактором, так и снижением рождаемости. В 2015 году численность родившихся сократилась на 1,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила чуть более 16,5 тысяч человек. В связи с уменьшением количества женщин фертильного возраста, вызванным демографическим провалом начала 90-х, добиться резкого роста рождаемости невозможно. Просто несколько цифр. Если в 2009 году количество женщин в фертильном возрасте, в котором женщины могут рожать, составляло 346 тысяч в 2009 году, то в прошлом 2015 году всего 260 тысяч. Соответственно, уменьшается и количество детей, рожденных первыми. Положительные результаты порождаемости, которые мы достигали в предыдущие годы, и, собственно говоря, тот уровень, который мы удерживали в 2015 году, достигались за счет вторых и третьих детей. Для примера, в 2009 году почти 8400 детей появились на свет в своих семьях первыми, а чуть более 7000 детей – вторыми и последующими. А в прошлом 2015 году первых детей было всего 6400, а вторых и последующих – более 10 тысяч. Как мы видим, соотношение изменилось принципиально. Аналогичная ситуация складывается и в целом по стране. Поэтому мы понимаем, что вопросы рождаемости – это вопросы в том числе, как мы говорили, стимулирования, мотивирования к рождению вторых и последующих детей, поскольку, собственно говоря, для рождения первых детей сама база материнская, сама база женщин фертильного возраста уменьшается, и в ближайшие несколько лет будет, к сожалению, иметь тенденцию к уменьшению. В целях решения вопросов в области демографии и правительством региона утверждена концепция демографической политики в Кировской области на период до 2025 года, а также комплекс мероприятий, направленных на модернизацию системы здравоохранения, образования, на формирование здорового образа жизни и развития в области физической культуры и спорта. В плане улучшения демографических показателей основное направление для нас – это снижение смертности. Этому вопросу мы уделяем большое внимание не исключение и послания прошлого года, в котором были определены основные успешно реализованные в истекшем году направления работы. По состоянию на 1 января 2016 года в реализации мероприятий пилотного проекта по дополнительному льготному лекарственному обеспечению жителей, страдающих определенными системами заболеваний системы кровообращения, участвуют 13 муниципальных образований Кировской области с общей численностью населения – 325 тысяч человек, или порядка четверки от общей численности населения региона. Для обеспечения приверженности к лечению установлен соплатеж населения в размере 10% от стоимости препаратов. С начала 2015 года в рамках реализации пилотного проекта за получением лекарственных препаратов обратилось порядка 32 тысяч пациентов. Пилотный проект приносит положительные результаты. Так, по состоянию на 1 января 2016 года значение показателя общей смертности на территориях участников пилотного проекта по предварительным данным составило 16,9 на 1 тысячу человек, что на 0,6% ниже, чем в 2014 и 2013 году. Смертность населения от болезни системы кровообращения по итогам 2015 года составляет 890 случаев на 100 тысяч человек населения. По сравнению с аналогичным показателем предыдущего года снижение составило 4,7%. Число госпитализации пациентов по аналогичной причине в стационар с круглосуточным пребыванием снизилось на 11,5%, что является очень серьезным положительным показателем. Диспансеризации взрослого населения по итогам 2015 года было охвачено более 200 тысяч человек. Из которых на дальнейшее обследование и лечение направлено почти 70 тысяч, то есть каждый третий. В рамках реализации мероприятий, направленных на профилактику хронических неинфекционных заболеваний, в регионах проводятся массовые скрининг акций, направленные на выявление онкопатологии, заболевания сердечно-сосудистой системы, информирование населения о вредных факторах, влияющих на развитие хронических неинфекционных заболеваний, акции «Онкопост» и «Река жизнь». Акция «Онкопост» проведена в 10 муниципальных образованиях Кировской области, диагностическую помощь получили более 7 тысяч пациентов, вновь выявлено порядка 400 подозрений на онкологическую патологию, пациенты направлены на дообследование и лечение. Акция «Река жизни» проведена в 8 муниципальных образованиях, за время проведения акции врачами-специалистами было принято более 4 тысяч пациентов, более 500 пациентов направлены на дополнительное обследование, 37 пациентам оказана высокотехнологичная медицинская помощь. 29 августа прошлого года на базе Центра медицинской реабилитации для детей «Айболит» детского клинического консультивно-диагностического центра состоялось открытие службы ранней помощи для детей от 0 до 3 лет с нарушениями развития или риском их возникновения и их семьям. В данном центре работает дневной стационар неврологического профиля, в котором только за 2015 год, точнее за его часть, пролечилось более 140 детей. В рамках указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года о мероприятиях по реализации государственной и социальной политики продолжена реализация мероприятий в части повышения оплаты труда медицинских работников. По итогам 2015 года целевые показатели, установленные указом Президента, выполнены. В рамках работы по развитию кадрового потенциала системы здравоохранения продолжалась работа по предоставлению различных мер социальной поддержки при поступлении на работу в сельской местности, в том числе единовременные выплаты в размере 1 млн. рублей, а также обеспечение служебным жильем. В результате реализации мероприятий программы «Количество прибывших врачей после окончания высшего учебного заведения в районной области» в 2015 году составило 59 человек. В рамках работы по укреплению материально-технической базы учреждений здравоохранения в 2015 году построено 69 модульных объектов здравоохранения, в том числе 63 фельдшерско-акушерских пункта, 6 отделений врачей общей практики. По 36 объектам получено разрешение на ввод в эксплуатацию. В 2015 году в зоне особого внимания находилась задача повышения заработной платы педагогическим работникам в соответствии с майскими указами Президента. Зарплата педработников в общем образовании составила 108%, в дополнительном чуть более 88%, в среднем профессиональном почти 98% к средней по области. В сфере дошкольного образования отношение к средней по общему образованию составило 98%. Вопрос об уровне заработной платы в сфере образования задавался и депутатами Законодательного собрания области, и мы на эти вопросы отвечаем. В 2015 году в целях обеспечения доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет осуществлен ввод с 16 детских садов в Верхнекамском, Кикнурском, Малмышском, Нагорском, Немском, Советском, Мамутнинском, Юрьянском, Яранском районах и в городах Кирове и Кирово-Чепецке. Всего в период с 2011 по 2015 год вновь построено 24 новых детских сада, проведены реконструкции и капитальный ремонт 251 объекта дошкольных образовательных организаций. Задача, поставленная президентом Российской Федерации в Кировской области, выполнена. По состоянию на начало текущего года всем детям в возрасте от 3 до 7 лет, стоящим на очереди в детские сады, места предоставлены. Задача на этот 2016 год – сохранение стопроцентной доступности дошкольного образования для данной категории детей. Следующим шагом должно стать сокращение очереди в детские сады детей в возрасте до 3 лет, в которых по состоянию на 1 января 2016 года стоит более 25 тысяч детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет. С целью создания в школах условий обучения, соответствующих новым федеральным государственным образовательным стандартам, в правительственном области в 2015 году утверждена программа по созданию новых мест в общеобразовательных организациях региона. До 2020 года планируется строительство 19 школ, приобретение двух зданий, а также модернизация уже существующей инфраструктуры 43 школ. Это позволит обучать в одну смену всю начальную школу и учеников 10-11 классов, а также более 90% учащихся остальных классов. Уже в 2016 году выделены средства из областного бюджета на приобретение зданий для размещения общеобразовательных организаций в поселке Гостовский и селе Колосово-Шабалинского района. Кроме того, в конце года планируется ввод школы на тысячи участников с бассейном и помещением физкультурно-оздоровительного назначения в микрорайоне Зиновый города Кирова с привлечением средств федерального бюджета. Кстати, вчера было опубликовано распоряжение Федерального правительства России, в соответствии с которым Кировская область как раз получит для реализации данного проекта более 300 миллионов рублей. На протяжении ряда лет созданная в области система работы по выявлению и поддержке одаренных детей доказывает свою эффективность. В 2015-2016 годах в топ-200 общеобразовательных организаций России, обеспечивающих высокие возможности развития способностей учащихся, попали учебные заведения и нашей области. Участие региона во Всероссийской Олимпиаде школьников является также очень серьезным индикатором качества общего образования. Показатель эффективности участия команды Кировской области в 2015 году увеличился. Каждый второй участник Олимпиады вернулся с победой. В 2015 году двое наших учащихся стали победителем международных Олимпиад по биологии и информатике. Одной из форм реализации общеобразовательных дополнительных программ являются профильные лагеря. В 2015 году проведен конкурсный отбор среди загородных детских оздоровительных организаций на профильные смены. В результате в летний период проведено 6 профильных смен. В сфере профессионального образования реализуется комплекс мероприятий, направленных на приведение системы подготовки кадров в соответствии с потребностями регионального рынка труда, укрепление потенциала среднего профессионального образования и повышение качества образовательных услуг. В подготовке высококвалифицированных кадров для приоритетных отраслей ведущую роль играют 10 ресурсных центров профессионального образования, оснащенных современным высокотехнологичным оборудованием. Расширяется практика участия работодателей в определении содержания технологии профессионального образования. По итогам 2015 года все студенты профессиональных образовательных организаций обучаются по образовательным программам, в реализации которых участвуют работодатели. В рамках стимулирования и поддержки непрерывного профессионального образования в 2015 году, как и в 2014 году, 39% населения в возрасте от 25 до 65 лет повысили квалификацию и прошли профессиональную подготовку. Профессиональное обучение кадров под конкретные потребности работодателей осуществляется в многофункциональных центрах прикладных квалификаций, действующих на базе Вятского электромашиностроительного техникума и Вятского автомобильно-промышленного колледжа. За 2015 год на базе многофункциональных центров обучено более 320 человек и числа работников предприятий по заявкам социальных партнеров и обучающихся областных колледжей и техникумов. В регионе также создаются условия для получения среднего профессионального образования лицами с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами. Для детей, имеющих особые образовательные потребности, в техникумах и колледжах открыты специализированные группы. В рамках реализации под программы «Доступная среда» в девяти учебных заведениях проведены мероприятия по созданию универсальной безбарьерной среды. В октябре 2015 года Кировская область стала официальным участником движения WorldSkills Russia, целью которой является повышение качества профессионального образования, престижа рабочих профессий, расширение карьерных возможностей для молодых специалистов, вовлечение в систему профессионального образования работодателей. На базе Кировского лесопромышленного колледжа создан региональный координационный центр движения WorldSkills Russia. Значимым событием в сфере высшего образования региона в 2015 году стало создание опорного вуза в нашем регионе на базе Вятского государственного университета. Я напомню, что по итогам конкурсного отбора Вятский государственный университет вошел в число первых 11 региональных вузов, на базе которых будут созданы опорные университеты. Это позволит усилить высшую школу региона за счет объединения научных баз, кадровых, финансовых ресурсов, а также позволит обеспечить реорганизацию системы кадровой подготовки, привлечь сильных студентов, создать научные лаборатории и обеспечить кооперацию с крупными отраслевыми предприятиями региона. Одним из приоритетных направлений модернизации системы общего образования Кировской области является создание условий для сохранения и укрепления здоровья учащихся, воспитания культуры здоровья, здорового образа жизни. При этом большое значение имеет привлечение детей и молодежи к регулярным занятиям физической культурой и спортом. В 2015 году на создание в сельских школах условий для занятий с культурой и спортом направлено 29 миллионов рублей. Осуществлен ремонт 21 спортивного зала. В Нагорском районе построена хоккейная коробка. Всего за два года проектом по улучшению условий для занятия физической культурой и спортом охвачено 46 сельских школ. В 2015 году число регулярно занимающихся физической культурой и спортом достигло почти 370 тысяч человек с ростом к уровню 2014 года на 11,5%. Это составляет 28% от общей численности населения Кировской области. В 2015 году в целях развития спортивной инфраструктуры в области завершены реконструкция лыжебиатлонного комплекса «Перекоп», строительство физкультурно-завидительного комплекса в поселке Демьяново, строительство физкультурно-завидительного комплекса в Наринске, капитальный ремонт спортивного комплекса в Верхошижеме. Большое внимание в регионе уделяется внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». В муниципальных районах и городских округах Кировской области создано 47 центров и определено 369 мест тестирования. Одним из ярких событий 2015 года в Кировской области стало проведение фестивалей Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне», в котором приняли участие учащиеся и педагоги общеобразовательных учреждений, а также работники предприятий и учреждений Кировской области. Первое официальное мероприятие по выполнению нормативов ГТО среди учащихся третьей и четвертой ступени было проведено в мае 2015 года на первом фестивале Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «ГТО», посвященном 70-летней годовщине Победы в Великой Отечественной войне, в которой приняло участие 468 человек. Вообще, празднование 70-летней годовщины Победы в Великой Отечественной войне стало важнейшим событием 2015 года. В рамках подготовительной работы к празднованию произведен ремонт 120 памятников и обелисков воинам-землякам, погибших в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов на территории 32 муниципальных районов и городских округов. Кроме того, на средства, собранные региональным отделением Российского военно-исторического общества, отремонтированы и благоустроены памятники воинам-землякам в 15 районах области. Наш регион принял активное участие в проведении акции всероссийского масштаба «Вахта памяти», «Георгиевская ленточка», «Бессмертный полк», «Народная победа», «Солдатская каша», «Стады победы», «Сирень победы» и общее количество участников составило более 200 тысяч человек. Всероссийская акция «Сполнить всех поименно» на территории области проходила в рамках областного общественного проекта «Знамя победы», в котором принимало большое участие, в том числе и депутаты Законодательного собрания. В городе Кирове проведена реконструкция мемориала «Вечный огонь» на набережной Грины. Аналогичная работа проводилась в Верхошиженском, Даровском, Опаренском, Оречевском, Котельническом, Налинском районах, а также в Кирово-Чепецке. Создание «Аллеи славы» в Парке Победы города Кирова – одно из знаковых событий юбилейного года. Открыты бюсты маршалам Коневу, Соколову, Вершинину, Говорову, также памятник рядовому разведчику Красной армии Григорию Булатову. В целях увековечения памяти кировчан на «Аллее славы» установлены памятные плиты героям Советского Союза. В городе Вязкие Поляны установлен памятник пистолет-пулемет Шпагина «Оружие Победы». В рамках Всероссийской акции «Вахта памяти» в экспедициях на территории Новгородской и Ленинградской областей приняли участие более 200 молодых ребят-поисковиков из нашей области, которыми была найдена и захоронена остатки 245 солдат и командиров Красной армии. На основе подлинных архивных документов, хранящихся в государственных архивах Кировской области, подготовлен и вышел в эфир телеканала «Россия-1» цикл телепередачи «Новстречу Победе» о вкладе кировчан и жителей области в победу над фашизмом. Изна серия сборников архивных документов «Испытания войной» проведены историко-документальные выставки архивных документов, подготовленные статьи и радиопередачи, посвященные юбилею Великой Победы. В рамках исполнения майских указов Президента Российской Федерации, а также плана мероприятий по изменениям в отраслях социальной сферы, направленных на повышение эффективности сферы культуры, целевые индикаторы развития сферы культуры региона в 2015 году также выполнены. По состоянию на 1 января 2016 года средняя заработная плата работников учреждения культуры без совместителей составила 15,160 рублей или 75% от средней заработной платы по региону. В 2015 году продолжилось строительство здания детского космического центра в городе Кирове. Напомню, ввод в эксплуатацию объекта запланирован на конец этого 2016 года. Также проведены ремонты четырех зданий муниципальных учреждений культуры Амутнинского, Советского, Оречевского и Юрианского районов. Расходы на капитальный ремонт зданий муниципальных организаций культуры и зданий образовательных организаций за счет средств резервного фонда президента Российской Федерации составили более 15 миллионов рублей. Создаялось торжественное открытие здания культурно-творческого молодежного центра в Кельмезе Кельмецкого муниципального района Кировской области. Также введены в эксплуатацию четыре центра культурного развития в поселке Стрижи, Оречевского района, городах Кирово-Чепецке, Слободской и Яранск, строительство которых организовывалось на притетных началах за счет средств федерального и регионального бюджета. В 2015 году за счет средств федерального бюджета реализованы проект «Холуницкий Арбат» благоустройства территории в исторической части города Белая Холуница и в городе Котельниче проект «Котел времен». Напомню, что 2015 год в Кировской области был объявлен годом литературы, в рамках которого в регионе прошли такие значимые события, как Всероссийский конкурс сочинений по литературе и региональный конкурс сочинений «Да будет светлой наша память». Проект «О вятке с любовью», известные российские писатели и поэты в вятке, дни Яна Райниса в Кировской области, дни романтики на вятке, посвященные 135-летию со дня рождения Грина, «Библия. Ночь. 2015», дни славянской письменности и культуры, «Ночь. Искусств», Межрегиональный фестиваль документального кино и литературы солдата Отечества имени Григория Булатова и ряд других. В течение года были вручены 8 литературных премий и стипендий правительства Кировской области. Развивался и событийный туризм в области. Проведен он Международный фестиваль сказочной игры на вятке и первый всероссийский фестиваль «Вятка столица Кваса». Результатом проведенных мероприятий стало повышение уровня узнаваемости Кировской области как туристического направления. Так, в сентябре прошедшего года было подписано соглашение с федеральным туроператором «Вест Тревел», а в марте текущего года Кировская область вошла в межрегиональный проект «Узоры городов России». Впервые Кировская область и город Киров вошли в десятку направлений, которые рекомендуются для посещения в рамках внутреннего и въездного туризма. На протяжении последних лет в Кировской области осуществляется планомерный процесс реформирования общественных финансов, основной целью которой является повышение эффективности бюджетных расходов. Для обеспечения системности бюджетных преобразований была утверждена программа по повышению эффективности управления государственными финансами Кировской области на период до 2018 года, которая носит обобщающий характер и отражает результаты реализации региональных государственных программ в данном направлении. Более подробно с информацией об исполнении областного бюджета за 2015 год вы, уважаемые депутаты, подробно ознакомитесь в рамках процедуры утверждения соответствующего регионального закона. Так, 5 мая 2016 года состоятся публичные слушания по проекту закона, в рамках которых заместитель председателя правительства области Елена Васильевна Ковалева доложит по данному вопросу подробно. После этого, в соответствии с принятым постановлением правительства Кировской области, до 10 мая законопроект об исполнении бюджета за 2015 год будет внесен в законодательную, и обсужденный рассмотрен вами в рамках майского заседания. Остановлюсь лишь на нескольких вопросах. В результате проведенных организационно-штатных мероприятий количество органов исполнительной власти области с 33 сократилось до 25. Штатная численность с 1 января 2016 года сокращена на 138 единиц или более чем на 7% по сравнению с аналогичным периодом 2015 года. Экономический эффект от реструктуризации органов только в 2016 году состоит около 70 млн. рублей. Во исполнение моего поручения данного в рамках послания 2015 года были сделаны шаги по созданию оптимальной сети областных учреждений. За прошедший период количество областных государственных учреждений уменьшилось на 28 единиц. В том числе сокращено 3 учреждения, реорганизовано путем слияния и объединения 31 учреждения, создано 6 новых. Осуществлено сокращение численности работников в первую очередь административно-управленческого аппарата и вакантных ставок. Проведено высвобождение объектов имущественного комплекса. Экономический эффект от проведенных оптимизационных мероприятий составил по итогам года 525 млн. рублей. Несколько слов о проекте «Народный бюджет», который реализуется Министерством финансов Кировской области в городских поселениях и заключается в том, что комиссия, состоящая из местных жителей, имеет возможность распределить часть бюджетных средств муниципалитета по своему усмотрению. Данный проект доказал свою успешность. Несмотря на жесткие бюджетные ограничения, мы изыскали средства на поддержку этих народных инициатив. В 2015 году по конкурсу было отобрано 7 городских поселений, которые получили гранты из областного бюджета в размере 1 млн. рублей. По результатам отбора 2016 года Афанасьевское, Дровское, Кельмецкое, Мурашинское, Налинское, Амутнинское, Мирнинское, Свичинское, Уржумское и Фальонское поселения получили право на участие в данном проекте. Отметим, что города Амутнинск и поселок Мирный участвуют в народном бюджете уже третий год подряд. Город Уржум принимал участие в проекте в 2014 году, а Афанасьевское, Кельмецкое и Фальонское городские поселения участвуют второй год подряд. Мы продолжаем практику самообложения. Жители Кировской области активно участвуют в пополнении местных бюджетов через реализацию проектов по самообложению. Собложение в 2015 году введено в 148 поселениях 37 муниципальных районов области. На каждый собранный в 2015 году рубль средств самообложения в 2016 будет выделено 1,5 рубля из областного бюджета в виде межбюджетных трансфертов на общую сумму более 17 млн. рублей. Еще одной формой вовлечения граждан в процесс решения местных проблем остается проект по поддержке местных инициатив. С учетом финансовых возможностей области на реализацию проекта поддержки местных инициатив в 2015 году было выделено 100 млн. рублей на 2015 год и 70 млн. рублей на 2016 год. В 2015 году из 266 проектов, прошедших конкурсный отбор, реализовано 260, из них 18 проектов муниципальными районами, 180 проектов городскими и сельскими поселениями и 62 проекта городскими округами. Объем предоставленной субсидии из областного бюджета на их софинансирование в 2015 году составил более 97 млн. рублей. Как и в предыдущие годы, основная тематика проектов поселений – ремонт автодорог, объектов жилищно-коммунального хозяйства и водоснабжения, уличное освещение и благоустройство территорий. Проекты районов направлены в основном на ремонт автодорог, ремонт и строительство учреждений культуры, а также объектов физической культуры и спорта. В конкурсе городов приоритетными остаются вопросы благоустройства территорий и ремонта автомобильных дорог. На сегодняшний день можно констатировать, что изменение формата финансирования проекта поддержки местных инициатив, обусловленное возможностями областного бюджета, не уменьшило интерес населения и муниципальных образований проекта поддержки местных инициатив как форме решения вопросов местного значения. Мы это говорим на основе уже подтвержденных цифр 2016 года. В соответствии с результатами конкурсного отбора, который прошел недавно, 366 муниципальных проектов получили право на получение областной субсидии. На данные цели будет направлено 250 миллионов рублей. Теперь о дорожном строительстве. Расходы за счет бюджетных ассигнований Дорожного фонда в 2015 году составили 3,8 миллиарда рублей, в том числе и средств федерального бюджета 1,2 миллиарда рублей. Данные средства позволили в прошлом году построить дороги в Пижанском, Апаринском, Паленском районах, продолжить строительство путепровода в городе Кирове, отремонтировать 23 километра дорог регионального значения. В отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения проводились работы по содержанию 11 тысяч километров дорог, ремонту пяти мостов, ремонту 20 километров дорог и более 5 километров уличной дорожной сети. Однако состояние дорог в нашем регионе естественно вызывает озабоченность. Неблагоприятные погодные условия, обильные осадки, частые циклы оттаивания и замораживания в зимний период способствовали разрушению асфальтобетонного покрытия, появлению дефектов и повреждений в виде выбоин и ям. С целью приведения в порядок дорожной сети муниципальных образований Кировской области в настоящее время решен вопрос о выделении дополнительных средств из областного бюджета в объеме 150 миллионов рублей. Естественно, большая часть этих средств будет направлена на уличную дорожную сеть города Кирова, но и часть других муниципальных образований также получит дополнительные ресурсы. Завтра в рамках отдельного совещания мы рассмотрим данный вопрос более подробно. От депутатского корпуса поступал вопрос об улучшении состояния дорожного полотна трассы Киров-Перим. Вопрос будет решен путем включения данной дороги в перечень автомобильных дорог общего пользования федерального значения, что позволит улучшить качество обслуживания данной дороги. Эта работа уже начата, но, естественно, и содержание, и ремонт этой дороги также будет в этом году осуществляться. Ключевой задачей в области развития авиаперевозок, которая оставила перед правительством области в рамках послания к Законодательному собранию 2015 года, является расширение маршрутной сети и приход новых авиакомпаний. В 2015 году продолжилась реализация программы по развитию региональных авиаперевозок в Пелушском федеральном округе. Авиарейсы осуществляются в 6 городах ПФО Казань, Нижний Новгород, Пермь, Самару, Ижевск, Уфу. Количество перевезенных пассажиров через аэропорт Победилово в рамках этой программы состояло почти 16 тысяч человек, что на 40% превышает пассажиропоток 2014 года. Всего в 2015 году аэропорт Победилово обслужил 125 тысяч пассажиров, что на 68% превышает аналогичный показатель предыдущего года и в 5 раз выше среднероссийских темпов роста перевозки пассажиров. Росту показателей деятельности аэропорта способствовали авиакомпании ЮТЕР, Услайн, Ижави, Авиаменеджмент Групп, Оренбург, а также приход новых авиаперевозчиков Победа, Уральской авиалинии, Коми Авиатранс. Благодаря обновленным техническим характеристикам аэропорта в 2015 году получено разрешение на прием и выпуск воздушных судов Boeing 737 всех модификаций и аэробус А319, А320. Таким образом, впервые в истории аэропорта на регулярных пассажирских линиях стали использоваться самолеты вместимостью до 190 пассажиров. В настоящее время продолжается поиск стратегического инвестора для развития аэропорта Победивого и авиаперевозок Кировской области, в целом создана рабочая группа, в том числе с участием федеральных структур. В 2015 году нам удалось сохранить маршрутную сеть по социально значимым пригородным железнодорожным маршрутам. На эти цели было направлено более 82 миллионов рублей, это позволило перевести пригородным железнодорожным транспортом более 3,5 миллионов человек. В настоящее время в целях кардинального решения вопроса по пригородному железнодорожному сообщению принято решение о создании кировской пассажирской компании, которая позволит отказаться от аренды подвижного состава с экипажем у Акционерного общества «Российские железные дороги». Планируется, что перевозка пассажиров будет осуществляться поездами и рельсовыми автобусами, приобретенными в лизинг. В целях приведения вокзального комплекса стадии киров в нормативно-техническое состояние Акционерное общество «Российские железные дороги» ведет ремонт фасадов, системы вентиляции, входной группы, перронов вокзала и части пассажирских платформ, а также прилегающей территории. Жилищно-коммунальное хозяйство. Основным направлением в отрасли жилищно-коммунального хозяйства является проведение модернизации и реконструкции объектов коммунальной и жилищной инфраструктуры. В 2015 году на данные цели было израсходовано 57 миллионов рублей, за счет которых были проведены работы по ремонту котельных, тепловых сетей, модернизации объектов водоснабжения и водоотведения. Модернизация объектов коммунального комплекса, проведенная с применением энергосберегающего оборудования, материалов, технологий на основе энергетических обследований и проектной документации, позволила в том числе выполнить работы по модернизации котельных в Афанасьевском, Верхникамском, Лузском, Орловском, Шабалинском, Подосиновском, Керочепецком, Юрьянском районах и в городе Слободской, а также провести замену 20 котлов различной мощности, выработавший свой ресурс на более экономичный и с максимальным для каждого вида топлива коэффициентом полезного действия. В 2015 году продолжилась реализация проекта по строительству внеплощадочных систем водоснабжения города Кирова. В результате проведенных работ прирост технической готовности объекта составил почти 12%, готовность объекта на 1 января 2016 года составила 56%. Завершение строительства объекта позволит обеспечить бесперебойное водоснабжение областного центра и повысить качество питьевой воды. В рамках реализации региональной программы капитального ремонта отремонтировано 156 многоквартирных домов, общую площадь 267 тысяч квадратных метров, числом проживающих вне граждан почти 11 тысяч человек. Общая стоимость выполненных работ по капитальному ремонту составила 133 миллиона рублей. Развитие, модернизация топливно-энергетического комплекса региона остается актуальной в связи с большой протяженностью электрических сетей и низким удельным электропотреблением. В целях обновления существующих и развития новых мощностей в 2015 году реализовалась программа развития электроэнергетики до 2019 года. Во исполнение программы в отчетном году продолжились работы по строительству подстанции «Чистые пруды». Данный объект позволит ликвидировать энергодефицит на основном направлении развития областного центра и на качественно новом уровне обеспечить надежность электроснабжения потребителей. В 2015 году инвестиционные программы крупнейших территориальных сетевых организаций исполнены на общую сумму 885 миллионов рублей. Впервые в 2015 году утверждена инвестиционная программа сетевой организации филиала «Волга и Вятский оборонэнерго», предусматривающая мероприятия по повышению надежности электроснабжения объектов Минобороны России, расположенных на территории Кировской области. С 2000 года в Кировской области осуществляется экономическое стимулирование реализации энергоэффективных проектов предприятиями области путем предоставления на конкурсной основе беспроцентных займов в рамках работы Агентства энергосбережения. В 2015 году 15 предприятиям оказана данная поддержка на общую сумму 66 миллионов рублей. В рамках газификации области в 2015 году за счет инвестиций публичного акционерного общества «Газпром» было построено три межпоселковых газопровода. Общей протяженностью 43 километра было начато строительство газопровода-отводов в Куменах. В рамках областной программы газификации было построено 34,5 километра распределительных газопроводов. Позавчера состоялась моя рабочая встреча с представителем правления «Газпрома» Алексеем Борисовичем Миллером. В текущем году «Газпром» направит 400 миллионов рублей на продолжение строительства семи и проектирование пяти новых межпоселковых газопроводов. Также в рамках программы «Газпром детям» компания уже осенью этого года начнет в Кирове строительство современного легкоатлетического манежа. В целях реализации комплекса мер по достижению показателей, утвержденных указом Президента Российской Федерации номер 601 об основных направлениях совершенствования системы государственного управления в сфере предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу одного окна, в Кировской области разработаны базовые параметры схемы размещения многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг и отделений привлекаемых организаций на территории Кировской области. В прошлом году я оставил задачу по завершению создания сети МФЦ в районах области. Итак, на 1 января 2016 года функционирует 45 офисов МФЦ и 117 территориально обособленных структурных подразделений. Доля граждан, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу одного окна, на 1 января 2016 года состояла почти 96% численности населения Кировской области. Данное значение превышает плановое значение, которое озвучивалось в рамках моего послания в прошлом году. Во всех городских округах, административных центрах муниципальных образований, внутригородских районах административных центров Кировской области открыты офисы МФЦ, а в небольших населенных пунктах территориально обособленные структурные подразделения МФЦ. При этом все офисы работают под единым общероссийским брендом МЭИ-документы. В настоящее время организовано предоставление 50 государственных услуг федеральных органов вспоминительной власти и государственных внебюджетных фондов, а также полного перечня государственных услуг установленного правительством Российской Федерации. 100 государственных услуг органов вспоминительной власти Кировской области и 637 муниципальных услуг органов местного самоуправления. Общее количество обращений в офисы МЭИ-документы в 2015 году превысило 800 тысяч единиц. На 1 января 2016 года уровень удовлетворенности заявителей качеством и доступностью получения государственных и муниципальных услуг в Кировской области составил 90%. На 1 января 2016 года на предоставление в электронном виде приведено 193 из 214 региональных государственных и муниципальных услуг или более 90%. По состоянию на 1 января 2016 года общее количество предоставленных Кировской области государственных и муниципальных услуг составляет 12,2 миллиона. Из них в электронном виде почти 5 миллионов, что составляет более 40% от общего количества оказанных услуг. Уважаемые коллеги, я постарался в рамках своего выступления очень коротко изложить основные итоги работы правительства региона. Разумеется, рассказать обо всем невозможно, и каждая сфера достойна отдельного разговора, например, в формате регулярно проводимых правительственных часов. Тем не менее, постоянно меняющаяся экономическая ситуация требует от нас решения все новых и новых задач. В рамках преодоления экономического кризиса новые задачи ставятся и президентом Российской Федерации, Владимиром Владимировичем Путиным, и правительством Российской Федерации. Мы понимаем, что от согласованности действий законодательной и исполнительной власти зависит успешное решение имеющихся в настоящее время проблем. Наш диалог продолжится. В октябре текущего года я буду выступать перед Законодательным собранием с очередным посланием о социально-экономическом положении. В рамках послания мы обсудим острые вопросы, стоящие перед нами, выработаем варианты совместных действий. Я убежден, что те направления, которые мы совместно определяем, действительно являются основными и главными в нашей работе, направленные на улучшение качества жизни жителей нашего региона. И нам под силу добиваться значимых и очевидных для жителей региона результатов. Уверен, что в будущем качество нашей работы и взаимодействия будет только повышаться, а стратегические планы будут выполнены. Благодарю всех за внимание. Спасибо, Никита Юрьевич. Напомню, что согласно регламенту депутаты вправе задавать вопросы губернатору области. Продолжительность вопроса не должна превышать одну минуту. Ответов на вопрос три минуты. Одним депутатам может быть задано не более двух вопросов. Пременье по ответам на устные вопросы не открывается. После ответов на вопросы депутатов губернатора области вправе выступить по одному представителю от каждой фракции. Продолжительность выступления не должна превышать пять минут. Есть ли вопросы к Никите Юрьевичу? Марина Сергеевна, Сазонтова. Я хотела бы выразить благодарность Никите Юрьевичу, потому что в последнее время рекламная, так сказать, и выборная кампания начавшаяся. Получается, что у нас всё строится за счёт инициативы Единой России. И я хотела бы узнать, поступали ли в бюджет области средства от этой партии. Потому что очень часто при вводе каких-то объектов нам говорится, что это по проекту этой партии. Я не услышала в вашем отчёте эту информацию, так что, надеюсь, я не ошибаюсь, что таких поступлений не было. Мой вопрос более конкретный. Когда Вы говорили о том, что у нас идёт экономия средств, и вот недавно вышло распоряжение о создании агентства, значит, у нас есть агентство стратегических инициатив, а создаётся ещё одно агентство развития моногородов. Это тоже потребует новых бюджетных средств? Или это будет за счёт каких-то других изменений? Спасибо. Что касается первого вопроса, бюджет, естественно, средства ни от Единой России, ни от одной другой политической партии, к сожалению, не поступают. Буду признателен, если все партийные структуры, представленные как в региональном парламенте, так и в целом на политическом пространстве, будут скидываться и наполнять бюджет добровольными взносами. Поэтому, что касается выступлений, я не помню, чтобы от правительства области озвучивались те или иные проекты с приданием той или иной политической окраски. То есть, если, собственно говоря, вопрос к представителям политических партий, естественно, они могут, наверное, обосновать свою позицию инициативами, которые они делали, проектами, которые реализовывались со стороны партии. Но это точно вопрос не к правительству. Что касается агентства, вы совершенно правильный вопрос задали. Естественно, в рамках той реорганизации, о которой я говорил, нет просто механического сокращения. Там действительно идет где-то сокращение, где-то перераспределение функций. Никаких дополнительных ставок и дополнительных средств из бюджета создание, в том числе, агентства моногородов не потребует. То есть, если говорить конкретно про агентство моногородов, часть сотрудников Министерства экономического развития, которые сейчас курируют, занимаются этой темой, как представители органов основной власти, будут переведены в это агентство. То есть, дополнительных ресурсов не потребуется. Владимир Иванович Арситров. Сергеенков нам оставил госдолг 1,5 миллиарда. Шаклеин оставил 3,5 миллиарда. Вы нам оставляете госдолг 26 миллиардов рублей. Кто его будет выплачивать, когда вы уедете? Владимир Иванович, мне очень жаль, что курсы финансовой грамотности, которые мы осуществляем в целом по области, не посещают отдельные депутаты Законодательного собрания. Я думаю, что мы попросим Министерство финансов привлечь депутатов к этой работе, поскольку понятие государственного долга, оно весь этот период времени трансформировалось. То есть, если вы говорите о периоде работе Владимира Ивановича, то государственный долг, который формально не был отражен как государственный долг, существовал в виде кредиторской задолженности по заработной плате, по жилищно-коммунальному хозяйству и по многим другим направлениям. И составлял гораздо большую сумму, в относительном выражении, по отношению к собственным доходам, чем нынешние. С определенного периода позиции Министерства финансов Российской Федерации была принята жесткая нормативная. Никаких долгов по заработной плате работников в бюджетной сфере, никаких долгов по жилищно-коммунальному хозяйству. Это показатель, который отстанавливается отдельно. Все эти долги, таким образом, по сути дела, были конвертированы в официальный прозрачный государственный долг. Потому что очень просто в рамках бюджета сказать, у нас нет государственных долгов, как долгов. Просто мы должны всем. Мы должны ЖКХ, мы должны работникам и все остальное. Вот эта ситуация была уже в середине 2000-х годов преобразована в формат государственных долгов. Поэтому, что касается государственного долга Кировской области, он не является критическим с точки зрения других регионов. Да, у всех регионов существуют государственные долги. Мы не входим даже в первую двадцатку по увеличению государственного долга по отношению к собственным доходам. То есть то, что в целом у регионов долги наращиваются как раз для необходимости исполнения социальных обязательств, в том числе и по повышению заработной платы, является общеизвестным фактом. То есть он, собственно, озвучивается на всех уровнях. Поэтому я понимаю и очень рад, что вы так сопереживаете вопросы финансовой дисциплины. Но, собственно говоря, рекомендую пройти курс повышения финансовой грамотности. Я попрошу отдельное министерство финансов подготовить соответствующую справку и предложение для депутатов Законодательного собрания. Николай Григорьевич Тубровин, пожалуйста. Мы подготовим предложение. Уже каждый, кто воспользуется. У меня выступление. Валерий Николаевич Турова. Никита Юрьевич, на мой взгляд, можно говорить о частностях очень много. И у нас складывается впечатление, что больше у нас успехов, чем неудачи. В крайнем случае, достаточно оптимистично доклад прозвучал. Я буду задавать вопрос несколько другого характера. Это системности в нашем подходе. И элемент системности в деятельности правительства предполагает наличие приоритетов, их исполнения и, самое главное, как результат развития территории. Суть вопроса, она так и звучит. Каковы все же были определены приоритеты? Насколько мы увеличили налогооблагаемую базу? То есть, то, что позволяет нам обеспечить наполняемость бюджета. Ну и в соответствии с этим, насколько мы подняли жизненные уровни развития территории по сравнению с 2014 годом. Спасибо. Значит, частично соглашусь с недостатками системности, но эта проблема носит общеродовой характер. То есть, понятно, что в условиях, когда мы были вынуждены по федеральному решению перейти с трехлетнего планирования на однолетнее, то есть, говорить о каких-то системных решениях с каким-то более-менее внятным горизонтом планирования крайне сложно. То есть, мы сегодня живем в формате такого годового планирования. Значит, если говорить о приоритетах, я их обозначил в самом начале, который, там, если можно, первый слайд поставьте, пожалуйста. Точнее, не первый, там, третий он получается. Я пока зачитаю, да? Значит, стабилизация экономического развития, поддержка малого и среднего бизнеса, наращивание доходной части, повышение эффективности бюджетных расходов, обеспечение социальной стабильности. Значит, собственно говоря, по доходной части, я думаю, что в цифрах этот вопрос вы можете будет рассмотреть в рамках отчета об исполнении бюджета за 2015 год. Могу сказать, что мы перевыполнили планы по доходам, правда, это не есть результат системной работы. То есть, если вы помните, мы обсуждали вопрос, когда рассматривали отчет об исполнении за 2014 год и говорили, что у нас в 2014 году был провал по налогу на прибыль, как раз за счет того, что часть этих налогов перешла на 2015 год. То есть, когда вы будете смотреть отчет об исполнении бюджета за 2015 год, вы увидите там как раз тот, собственно говоря, тот прирост, который у нас был, скажем, провален в 2014 году. То есть, общий рост по другим налогам, образующими региональный бюджет, то есть это налог на доходы физических лиц, это налог на имущество предприятий, это различные акцизы, то есть и взимаемые с упрощенной системой налогообложения, единого налога на обмененный доход, они носят, в общем, такой, как говорится, среднероссийский характер каких-то всплесков или провалов, наоборот, нет. То есть, скажем, там ФОД растет, значит, там среднероссийскими темпами, так и, соответственно, там объемы налога на доходы физических лиц, налоги на имущество тоже, понятно, надо будет корректировать эти цифры на те налоговые льготы, которые мы сами же предоставляем предприятиям. То есть, в целом, общее движение, оно не отличается от среднероссийского. Почему я иллюстрировал данные средними по России и по ПФО, чтобы показать, что да, там есть какие-то показатели, которые у нас лучше, какие-то, значит, там чуть хуже, чем среднероссийские, но в целом, то есть нам невозможно быть кардинально отличными от тех процессов, которые происходят в России в целом. То есть, условно говоря, где-то мы за счет большей доли, например, оборонки в структуре промышленности и роста по оборонке имеем индекс промышленного производства выше, чем среднероссийский, просто за счет того, что там у нас доля этой отрасли выше. По каким-то направлениям у нас как бы провал больше. Где-то у нас, скажем, был задел сформирован выше, как по жилищному строительству, то, что позволило нам прирасти по отношению к 2014 году дополнительно на 6%, так как Россия в целом немножко снизилась. Но еще раз говорю, но средние тенденции, как бы среднероссийские, они у нас, в общем, скорее соответствуют. Еще вопрос, пожалуйста, Валерий Николаевич. Я все же еще один вопрос задам и считаю, он принципиальный. Вот очень была активно проведена работа в социальной сфере по свертыванию льгот, по экономии расходов, по повышению адресности. И в результате, в моей личной оценке, я на нее имею право, произошло некое ущемление и снижение вот этого жизненного уровня, прежде всего, незащищенных слоев населения. Как вы считаете, это успех правительства или недостаток? Нет программы сворачивания льгот. Вы правильно сказали, мы говорим об адресности, целевом характере и повышении эффективности льгот. И оценивать, что дало эффект, что не дало, надо не с точки зрения эмоций, а с точки зрения некой объективной оценки. Когда Виктор Николаевич выступал в рамках «Пяти минутки» и говорил, допустим, про льготы ветеранам труда, согласитесь, что фраза о том, что люди оказались ущемлены, потому что у них нет никаких поощрений и наград, можно оценивать по-разному. Все-таки ветеран труда – это не просто срок отработанный, это все-таки отработанный с признанием заслуг. И, соответственно, если это признание никак не отфиксировано и прочее, тогда давайте вместе смотреть, каким образом мы оцениваем. Или мы просто считаем необходимым наградить человека за то, что он провел на своем рабочем месте, независимо от того, как, определенный период времени, но тогда это просто другой целеполагание и другой взгляд. Если же вы предлагаете оценивать как-то по-другому, давайте предложение. Мы же, собственно, готовы к диалогу, когда мы видим, что ситуация спорная, неоднозначная и которая предполагает разные мнения. Но, собственно говоря, на примере того вопроса, который мы сегодня просили перенести, мы считаем, что действительно нам надо собраться и этот вопрос обсудить. Не просто, чтобы, скажем, профсоюз работников образования разослал письма, значит, и на этом основании депутаты оригировали. Давайте сядем вместе и этот вопрос обсудим. Потому что к вопросам льгот сельским учителям натуральных мы возвращались на протяжении нескольких лет много раз. Конечно, в том созыве и предыдущие. Более того, существовала одна судебная практика, потом другая. В конечном итоге, ведь мы же говорили, что мы не против этих льгот. Просто в той системе, которая существует сейчас в рамках просто натуральной компенсации всего, у нас существует масса прецедентов. Мы, помните, обсуждали здесь на законодательном собрании, когда мы компенсируем оплату электроэнергии, учительницы, которая за счет своей розетки, извиняюсь, снабжает лесопилку своего зятя. Когда в отдельном районе поселковое освещение питается от этой электроэнергии. И до тех пор, пока у нас будет такой характер котлового натуральной компенсации, не связанной ни с какими ограничениями денежными, считайте, что та цифра, которая нами предлагается меньше, давайте обсуждать. Мы сейчас говорим про сами подходы. Поэтому, если, скажем, есть какие-то предложения, касающиеся правильной оценки эффективности тех или иных мер, которые принимаются в рамках работы по адресности и эффективности льгот, давайте их обсудим. Спасибо. Дмитрий Михайлович Русских. Никита Юрьевич, во-первых, добрый день, большое спасибо. Честно говоря, доклад ваш хорош. Я где-то с утра начал заболевать, после вашего доклада так даже поводрее стало. Это уже положительный момент. Позитив, конечно, громаднейший. Я просто хотел, даже не вопрос, а вам в связи с вашей тяжелой работой часто в последнее время удается заскочить в продуктовый магазин? Это я про 7%. Я видел 17, 27, 107 видел процентов. 7% я не видел, Никита Юрьевич. Но нет, 7% в продуктовых магазинах уже полтора года. Значит, по существу вопроса. Значит, первое. Как вы оцените сегодня состояние областного центра, я не называю город Киров, а областного центра, чтобы вы не ушли в сторону? Потому что там живут 500 тысяч жителей Кировской области. Именно по состоянию дорог, тротуаров, точечной застройки и вообще состояние города Кирова. Как вы его оцените как областной центр? Еще раз. Негативно. Я, собственно говоря, свое отношение к данному вопросу не скрыл. Именно поэтому мы вопрос, касающийся состояния дорог, обсуждаем. Просто очень легко это обсуждать на уровне «давайте дадим денег», не отвечая на вопрос «откуда». То есть, собственно говоря, те пресловутые 150 миллионов, о которых я говорил, это двухнедельная работа Министерства транспорта. И моя встреча с Министерством транспорта Российской Федерации и кураторами на уровне вице-премьеров для того, чтобы, собственно говоря, понять, какие задачи ставятся по реализации проектов, которые финансируются с федерального уровня. Потому что, согласитесь сказать, давайте мы, значит, улучшим дороги, но приостановим строительство путепровода в чистые пруды. Ну, в общем, наверное, как бы сомнительное по своей здравости и эффективности решение. Поэтому, собственно говоря, то решение, о котором я вам говорил, оно было принято вчера. Значит, завтра утром у нас будет там совещание по этому поводу с городом. То есть, да, и, собственно говоря, там дополнительные деньги на ремонт дорог областного центра, и не только областного центра, будет выделено. Наша задача сделать так, чтобы уж эти средства точно были использованы максимально эффективно. Кроме того, тоже не будет, наверное, большим секретом, поскольку ряд здесь сидящих людей сегодня там будут присутствовать. Мы встречаемся сегодня, в том числе с предпринимательским сообществом областного центра и области в целом, для того, чтобы совместно обсудить о том, какие проекты нам необходимы для улучшения просто внешнего вида нашего города. Потому что просто ориентироваться на средства бюджета, неважно, города или области, там, к сожалению, в настоящее время невозможно. Поэтому нам точно как бы потребуется здесь соучастие нашего предпринимательского сообщества. Дмитрий Михайлович, еще вопрос, да? А, у меня есть вопрос еще, да. Значит, параллельно он идет с тем, что когда-то была ваша гордость за областные дороги, которые все эти годы вы нам рассказывали, вот из вашего выступления я не очень понял. Сегодняшнее состояние дорог областных, я уже говорю, это все-таки природа виновата или качество выполняемых работ тех организаций, которые этим занимались? Вот потому что сегодняшнем в докладе я понял, что погода видовата все-таки. У меня вопрос, кто все-таки виноват или никто не виноват? В природных явлениях, раньше, а сейчас и в социально-экономическом положении есть такой термин «идеальный шторм». Сочетание нескольких факторов, каждый из которых, может быть, в отдельности не принесло бы какого-то разрушительного результата, но их совпадение, к сожалению, такой результат принесет. Помимо погодных условий, которые, безусловно, имели свое место, и вы прекрасно помните, каким у нас была осень и начало зимы 2015 года, когда переходы через ноль у нас происходили по нескольку раз на неделю, и другие факторы. Внедрение системы Платон, как вы знаете, привело к тому, что часть большегрузного транспорта с федеральных трасс вырулила на региональные, муниципальные и уличные дорожные сети. То есть у нас по отдельным направлениям мы фиксируем увеличение грузов и грузопотока транспорта от полутора до двух раз, что, естественно, не может и не влиять на этот процесс. Естественно, есть вопросы и качества. Просто еще раз говорю, здесь проще всего свести все к одному фактору, то есть безалаберности подачек. Это не так. То есть я все-таки считаю, что речь идет о совокупности неблагоприятных факторов, которые сложились. Но наша задача на сегодняшний день эти факторы нивелировать и, собственно говоря, работы необходимые произвести. Все, два вопроса, Дмитрий Перехалович. Ну, пожалуйста, заканчивайте. Ну, слушайте, у нас Никита Юрьевича не было полгода. И в следующий раз он уже фактически там для меня, это будет уже как бы его последнее. Давайте не будем обсуждать резамент. Вы не ограничивайте нас, потому что мы Никита Юрьевича слушали полтора часа. Значит, последний вопрос, Никита Юрьевич. Я на самом деле ваши доклады уже слушаю шестой и седьмой год. И впервые за эти годы я не услышал вашу очень любимую тему гражданское общество, свобода слова, свобода СМИ. То вот как раз у меня вопрос в этом направлении. Значит, мое есть ощущение, что как бы гражданское общество на самом деле, несмотря ни на что, в нашей, к сожалению, или к радости в обществе еще существует в Кировской области и в городе Кирове. И как раз мы последнее время не слышим какую-то вашу позицию, хотя гражданское общество к вам обращается. Это касается, во-первых, Парка Победы, Дворец Пионеров Мемориал. Когда мы сегодня видим ту ситуацию, когда подойдешь к этому месту, не поймешь, вроде и на спортзал похож, а вроде и на торговый центр по конструкции похожи. Значит, дальше мы с вами очень много обсуждали именно позицию гражданского общества, то, что вы сегодня сказали в своем докладе по Космическому центру. И мы вас убеждали и предлагали все-таки его там не строить и перевезти во Дворец Пионеров Мемориал и занять там площади. И сегодня те люди, которые проходят, сегодня все ощущают, что если мы решили потратить 400 миллионов рублей, то надо было его не засовывать в историческую часть и испортить не только внешний вид исторической части, но в то же время и этого проекта, потому что он требует совершенно другого подхода. Это была активность гражданского общества, которое к вам обращалось, и вы их не услышали. Сегодня такая же ситуация происходит с колесом обозрения, где тоже гражданское общество и люди активные говорят, что мы будем рады, если вы нам такой подарок сделаете, но есть другое место, Александровский сад или другие парки, но не делайте это на площади. То у меня вопрос очень простой. Вы в нас... мы вас потеряли или вы в нас разочаровались? Мы это в данном случае вы себя отождествует. Я тоже считаю себя человеком активной гражданской позиции. Если вы так не считаете, это уже другая проблема. Вы, безусловно, таковым являетесь, просто всегда очень сложное ощущение возникает, когда отдельный индивидуум делает заявление от имени гражданского общества в целом. Я прекрасно понимаю вашу гражданскую позицию и со многими ее проявлениями согласен. Значит, несколько тезисов. Первое. У меня в проекте отчета был вопрос, в том числе и по гражданскому обществу. Значит, собственно говоря, почему я не стал его озвучивать? По одной причине. Мы так или иначе с вами вошли в очередной избирательный цикл. К сожалению, любые вопросы, касающиеся гражданского общества, СМИ, тех или иных позиций, может быть истолкованы в формате уже начавшейся предвыборной кампании. Поэтому я обещаю, что в рамках послания законодательному собранию, которое я анонсировал, будет в октябре уже в новом составе законодательного собрания, естественно, свою позицию по развитию гражданского общества, средствам массовой информации, правозащитной деятельности озвучив. Теперь, что касается тех вопросов, которые вы обозначили, мне кажется, что гражданскому обществу... Одна из главных проблем – это структурированность гражданского общества. Потому что количество запросов или обращений, которые приходят, считается десятками, если не сотнями. И тут очень сложно расставлять те или иные приоритеты. Мне кажется, что очень важно гражданскому обществу самому определиться с неким собственным регламентом. Потому что сложно, обратившись в суд, в прокуратуру и во все другие официальные инстанции, просить одновременно и озвучить официальное действующее лицо. Я, к сожалению, прекрасно понимаю, что моя позиция, которая будет озвучена, и очень сложно будет выделить просто в качестве приватного мнения отдельного гражданина по фамилии Белых, то есть от позиции высшего должностного лица. То есть я не могу озвучивать свою позицию по тем или иным вопросам, которые рассматриваются либо прокуратурой, либо в суде, либо еще как-то, потому что это может быть воспринято как некое воздействие или попытка повлиять на позицию соответствующих структур, к которым уже обратились. К тем темам, которые еще, скажем, не вышли на формат вот таких, что называется, официальных площадок, которые должны предоставить соответствующие комментарии, я готов комментарии давать свои как гражданин, как человек. Что касается тех примеров, которые вы озвучивали, ну, вот здесь гражданское общество и экспертные группы, то есть это такие, иногда, получается, противоборствующие структуры, потому что, как вы понимаете, мне, что называется, как руководителю региона, собственно говоря, где будет строиться космический центр, то есть принципиальной разницы-то не было. Но именно экспертное сообщество, то есть в том числе и с участием наших уважаемых космонавтов, людей, которые высказали за то, что вот этот проект должен быть реализован именно там. То есть я не считаю возможным ставить под сомнение профессиональные экспертные мнения этих людей. Более того, что мы вчера проводили рабочее совещание на площадке строящегося детского космического центра, я могу сказать, что, по моим ощущениям, это будет очень хороший полноценный объект, ничуть там не ухудшающий вид нашего города, его исторического центра. Еще раз говорю, в данном случае вы говорите свое частное мнение, я могу говорить свое частное мнение, то есть или мы доверяем в данном случае экспертам, или мы, скажем, выходим на площадки судов и прокуратуры и других надзорных органов. Два варианта. Вы наоборот, мы вас потеряли? Мы это кто, Дмитрий Михайлович? Я вас не потерял, вы даже знаете, что мы с вами сегодня встречаемся приватно, правильно? То есть это же как раз является примером того, что мы с вами никуда не терялись. Нет, секундочку, вы знаете, что у нас с вами сегодня встреча назначена? Ну все, вот это ответ на наш вопрос. Спасибо, уважаемые депутаты. Спасибо, Никита Юрьевич, за объемный и позитивный доклад по всем направлениям, по основным направлениям развития Кировской области и ответы, конечно же, на вопросы депутатов. Уважаемые коллеги, переходим к выступлениям. Записались от фракции ЛДПР. Дуброва Николай Григорьевич, пожалуйста. Уважаемый Никита Юрьевич, я просто записался, потому что я задавал вам вопросы, я ответы получил, но они меня не устраивают. У меня, получается, не два, а три вопроса я задавал. Вот в связи с этим я, значит, и вышел как бы сюда. Вот дорога, значит, Киров-Пельмь, да? Вот, понятно, что не вы пишете эти ответы, вам готовят, да? И вот здесь пишется в соответствии с указанком государственным, ну, это понятно. И причинение, значит, дорожно-транспортного происшествия, вот, колеса бьют, там, диски ломают, вот, по причине неудовлетворенных дорожных условий, так, законных судебных актов. Вот, смотрите, вот из-за этого сколько людей, да, иди судиться, время, он встал, дальше ездить он не может, запаска не того профиля, ему надо покупать, а у него денег нету. Поэтому вот с этим вопросом надо, просто у меня предложение, наверное, к вам посмотреть и, может, подключить правоохранительные органы. Вот, мне кажется, дорога не только по этим факторам, что погода теплая была и вот разрушена, а посмотреть, вот, значит, сколько раз в сутки, каждые сутки чистили дорогу или нет, подсыпали они этой солью там или удобрением, или поливали, списаны эти материалы, затраты или нет. Мне кажется, если бы дорога была чистая, не было бы этого, ее бы не рвало и не пучило. Это просто мое такое мнение, не знаю. Далее, значит, по многоквартирным домам, я вам писал, 52 дома, да, и ни один по фонду не отремонтировал. И вот тут я, значит, получил, что штрафные санкции выставлены, значит, в размере вот 122 тысячи получили, да. А эти штрафные санкции этим гражданам на Домарата распределились или ушли куда-то в другое место? Это мне тоже интересно, потому что люди спрашивают. Далее, значит, то, что вы, конечно, вас не устраивает такое качество дорог, понятно, а вот почему тогда, вот 81 миллион, да, было потрачено на содержание и на ремонт. Вот помните, я как-то к вам обращался, ну, и один раз было сделано, что отремонтировать вот деньги, не распылять по области, а нескольких муниципальных образованиях сделать, а потом, значит, другие, этих бы дорог хватило, там, ну, в муниципальных образованиях на 8-10 лет там, и так бы вся область бы, наверное, вышла. А вот получается, что вот в Слободском 81 миллион было на содержание и на ремонт потрачено, вот, с 2013 по 2015 годы, да, и все это неэффективно. За 81 миллион город небольшой сам по себе, это без района. Там дорог-то это... 81 миллион на километр дороги, если идет, это 81 миллион дорог можно сделать. Я не понял, нет ни дорог, ничего нету. И в то же время никто за это ответственность не понес. Вот говорят, с вас говорим, да, вот, где деньги деваются, где их брать, там, бюджет дефицитный, да. А вот ответ ссылается, что согласно 131 закону не можете вмешиваться в деятельность муниципального образования. Так деньги, значит, даете, а вмешиваться, потребовать не можете. Как вот это вот, мне непонятно, Никита Юрьевич. И, значит, то, что вот было, значит, сказано, значит, аварийное жилье вы говорили, да, вот там много переселили, переселится, да. А вот в Слободском с 2012 года судебные решения по переселению там пяти семей, так деньги и не заложены, так ничего не сделано. Вот я считаю, это тоже неправильно. Ну и последнее, значит, то, что касается вот льготы отнять, вот то, что сейчас, ну, не рассматривается законопроект вот по учителям, да, льготы, значит, отнять, заменить их компенсацией. Да, понятно, пилорамы там и все используется, но надо какое-то, есть же ограничение, какой-то размер там этого киловатт, киловатт этого электричества и прочее. А вот эта компенсация, Никита Юрьевич, вот с детьми-то сделали, да, но без вас этот закон был принят в 2007 году. Вот, на проезд на это дается. И сейчас хватает на питание детям только на 4 дня покушать в школе, многодетным, малообеспеченным, и на 8 поездок доехать до школы и обратно. Все, а остальные деньги. И вот если на сегодняшний день мы посчитали, вот я примерно, то получается, каждая семья многодетная, вот, малообеспеченная на детей, на каждого ребенка 2600 недополучает. Где родители, они так нищие, где они должны брать вот на питание и на проезд. Все, у меня, пожалуй, все. Спасибо. Николай Юрьевич, значит, что касается по дорогам, давайте мы еще более подробный ответ подготовим. Я тогда, Министерство транспорта, Альберт Владимирович, у нас здесь, нет? В общем, попрошу подготовить там конкретно по тем вопросам, которые были. Что касается компенсации, вот, почему вот, Валерий Николаевич, вспоминал, что мы этот вопрос много раз рассматривали. Первый раз наша как раз инициатива касалась того, что давайте ограничим просто в киловаттах, сколько можно использовать. И тоже не прошло, как бы, значит, суд посчитал, что, значит, это также является ущемлением и ограничением, так? То есть у нас первые наши еще несколько лет назад, как бы, попытки, вот, собственно говоря, привести соответствие, касалось как раз ограничения, как бы, по киловаттам, да? Тоже тогда, как бы, не приняли. Поэтому вот мы же, еще раз говорю, мы к этой теме вернулись сейчас, потому что появилась новая судебная практика. Еще раз говорю, мы готовы эту тему обсуждать, поэтому мы и сняли сейчас вопрос с рассмотрения, для того, чтобы у нас здесь никаких своих там тайных подвохов нет. Задача действительно, чтобы там совместными усилиями как-то прийти к тому, чтобы вот те какие-то, значит, случаи вопиющие-то их устранить. Спасибо, Никита Юрьевич. Слово предоставляется Осетрову Владимиру Ивановичу от фракции КПРФ. Никита Юрьевич обозвал меня безграмотным депутатом, а это так и есть, видимо. Значит, вы и народу, видимо, так же говорите, постоянно. Вы же их обманываете. Вот надо протелить без... Вот сейчас уже появляются ваши книжечки. Что я сделал, что там сотворил. А что вот вы сотворили? Если посмотреть на наш регион с позиции бюджетной состоятельности, способности зарабатывать деньги и обеспечивать решение социальных проблем, то власть, территория и граждане движутся в сторону банкротства. С марта текущего года в учреждениях культуры Налинского района, в сельских домах культуры и библиотеках отключена за него плату электроэнергия. Создается такое впечатление, что областное правительство под руководством Никиты Белых уверено, что спасением регионального бюджета, а также оздоровлением финансового положения являются снижение зарплаты и льгот учителям и банкротство предприятий. Когда спасением бюджета является погружение в темноту бюджетных учреждений, лампочка или час становится индикатором состоятельности власти. Об этом свидетельствуют цифру. Например, госдолг Кировской области на 1 января 2016 года составлял 23 миллиарда 874 миллиарда рублей, увеличившись за год на 2 миллиарда. Банкротство для нашей области уже как достояние региона. С 1 января 2009 года по 1 января 2016 года процедуру банкротства в регионе прошли 2217 юридических лиц, из которых 1181 разного рода предприятия, 336 индивидуальных предпринимателей. Что самое печальное, ни одна из процедур банкротства не закончилась в этот период финансовым оздоровлением предприятий. Картина тем более неприглядна, поскольку среди тысяч других 184 сельскохозяйственные предприятия. Только за 6 лет из оборота в области выведено, это за ваше время правления, 326 и 4 тысячи гектаров сельхозугодий, в том числе 258 и 1 тысяча гектаров пашни. Числяность работающих в сельском хозяйстве сократилась на 14 тысяч и 9 десятых тысяч человек. Вывод земли из оборота и сокращение работающих, результат банкротства организаций. История с агрохолдингом Аль-Пари классический пример того, как можно обогатиться на кредитах. Набрав кредитов на многомиллиардные суммы, собственник предприятий объявил их банкротами, в результате легко ушел от ответственности. На его совести 12 крупных сельскохозяйственных сельхозпредприятий области, одни из которых до основания уничтожены, другие находятся сегодня в стадии банкротства. О патриотизме. Вступление Никиты Юрьевича Белых в должность губернатора повлекло за собой ряд тревожных последствий. В то время, когда вся страна сплачивается вокруг патриотической идеи, Кировская область превращается в зону влияния разрушительных антироссийских сил. В июле 2014 года рядом с поселком Рудничный, Верхникамского района Кировской области, где в лагерях Ветлаго отбывали наказание осужденных за преступления, нацистские преступники, был тайно поставлен памятник латышским легионерам СС и чинам вспомогательной полиции и полицейских батальонов, которые истребляли мирно население Белоруссии. С Ковщины, Тверской, Смоленской, Новгородской и Ленинградской областей Их руками было загублено мирных жителей 313-798 человек, в том числе 39-835 детей и 330 тысяч советских военнопленных. Ранее на захоронение, в том числе с указанием гражданам Латвийской республики, жертвам коммунического режима, лично возлагали цветы посол Латвийской республики Эдгар Скуя и губернатор Никита Белых. При этом памятник советским воинам-победителям находится в плачевном состоянии. Так, в октябре 2014 года был осквернен нацистской символикой памятник маршалу Гонюу в городе Кирове. Несколько дней спустя Кировский клуб ветеранов был обстрелян из пневматического оружия. Мало того, Кировская область стала единственным регионом, в котором 1 мая и 4 ноября этого года прошли разрешенные властями шествия националистов против нашей политики России и в поддержку Курса Порошенко на юго-востоке Украины с лозунгами из основ советских памятников и борьбы с коммуническими символами. И здесь снова прослеживается попустительская либеральная позиция губернатора. Вот из этих людей, которые там были, 6 человек уехали в Порошенко. Я считаю, что хозяйственная разруха в области, рост коррупции среди чиновников, финансовая неразбериха – это результат неэффективного руководства нашего правительства в области во главе с господином Белых. И чем раньше Никита Юрьевич уйдет со своего поста, тем быстрее область выйдет из финансово-экономического кризиса, покончит с коррупцией и кадровой чехрадой. Спасибо за внимание. Уважаемые коллеги, от фракции записавшиеся все... Валерий Николаевич настаивает на выступлении? От какой фракции? Нет такого в регламенте. Просите слово от фракции «Справедливая Россия». Они выступали себе. Уважаемые коллеги, ну давайте проголосуем. Валерий Николаевич... Время перерыва. Я просто извиняюсь, Валерий Николаевич, я просто должен уже... Ждут люди, как говорится. То есть если вы это выступление хотите мне адресовать, то лучше, может быть, просто с вами отдельно как-то встретимся. Если к законодательному собранию, тогда я пойду. Ну давайте, если там пять минут, то есть там хорошо. Пять минут, Валерий Николаевич. Нарушая регламент законодательного собрания, мы вам предоставляем слово. В конечном счете это не рядовое мероприятие, когда мы подводим итог работы правительства за прошедший год. И в данном отношении к этому надо относиться достаточно серьезно, прежде всего перед жителями нашей области. А так выводить какие-то формальные основы, это, наверное, не совсем правильно. Я несколько аспектов хотел бы обозначить. Я не случайно задал вопросы, Никита Юрьевич, связанные с увеличением налогооблагаемой базы. И мы для этого вложили очень большие деньги, когда ставили один из приоритетов развития зоны эффективного экономического развития. Это промпарки. И в данном отношении мое абсолютное убеждение, учитывая, что мы опять несколько раз слушали эту тему, вложили мы туда сотни миллионов рублей, но на сегодняшний день эффективной деятельности промпарков нет. И вот этот вопрос очень остро стоит на сегодняшний день, что необходимо поднять эффективность управления вот этим, на мой взгляд, налогооблагаемым элементом, который может увеличить налогооблагаемую базу. Развитие предпринимательства и развитие соответствующих предприятий. Второй элемент, который также является основой для налогообложения, это малый бизнес, что творили мы в этом году, в 15-м я имею в виду году, ярмарку, забастовка, там лежачая голодовка и так далее, давайте будем крушить. И вы сегодня отметили, Никита Юрьевич, что надо обратиться к малому бизнесу, опять нет денег, нам город надо приводить в порядок. Мы это проходили. Вот эти самые киоски, которые сегодня снесены полностью, это было обращение правительства и администрации города Кирова к малому бизнесу, давайте остановки сделаем, давайте решим проблему шаговой доступности доведения доступных товаров. Я участвовал в том процессе. И к чему мы пришли? Как может бизнес поверить такой позиции? Третий момент. У нас наметилась в прошлом году, и она продолжается, такая тенденция, оформление некой кастовости в построении политики и социальных отношений. Слой складывается правоимущих и власть имущих, и все остальные это, извините, быдло. Абсолютно не обращается внимания на народ, на население, чего бы они ни говорили. И это постепенно складывается в целую систему. На это необходимо обратить внимание. Я уже пообещал, что на следующий месяц буду готовить проект закона о недопущении тенденции к развитию кастовости в социально-экономических отношениях. Это страшное дело. Вот надо заглянуть в Среднюю Азию, и там мы увидим, что это такое. Следующий момент. У нас проявляется очень четко и жестко, частично сказал депутат Осетров, но у нас становится системой политической власти нашей, система обмана и формирования ложных ожиданий у людей. Нельзя этого допускать. Необходимо обеспечить честный подход правительства к нашему населению. Я могу вам массу привести примеров, когда просто отмахиваются и делаются отписки, и в соответствии с этим, в общем-то, сквозит абсолютный обман. И последнее. На мой взгляд, вот сегодня шел отчет правительства перед депутатами, но отчитываться вы могли бы и не перед нами, и вообще не отчитываться, потому что прошедший год показал, что ни во что не ставится депутатский корпус. Вместо конструктивной работы на сегодняшний день просто все делается для того, чтобы депутаты со своими конструктивными предложениями были отметены, и им говорится, а у нас другое мнение, другая позиция. Откуда это взялось, я не знаю, но именно в прошлом году начала проповедоваться именно эта идеология, что у депутатов своя позиция, а у нас своя позиция. Нонсенс! Мы должны разобраться с этим вопросом и не допускать, абсолютно искоренять подобный подход. И, к сожалению, в этом способствует в 2015 году господин Ивонин, депутат уважаемый, который на вас в свое время доносы писал, да? А сейчас лизоблюдством занимается перед органами власти. Недопустимые вещи. Необходимо принципиально работать в этом отношении. А здесь вроде бы союзник нашелся. Поэтому я считаю, я не буду ставить оценку правительству, но вот эти недостатки в конструктивном плане необходимо решать. Спасибо. Уважаемые коллеги, по данному вопросу предлагается принять следующее постановление. В целях реализации ст. 42 и 55 Устава Кировской области, заслушав и обсудив отчет губернатора, председателя правительства Кировской области, о результатах деятельности правительства Кировской области, за 2015 год законодательное собрание Кировской области, постановляет. Первый отчет о результатах деятельности правительства Кировской области за 2015 год принять сведению. Второе. Поручить аппарату законодательного собрания Кировской области обобщить предложение, высказанное депутатами в ходе обсуждения отчета губернатора, председателя правительства Кировской области о результатах деятельности правительства Кировской области за 2015 год и в срок до 6 мая 2016 года направить их к губернатору, председателю правительству Кировской области во фракции и комитеты законодательного собрания. Третье. Направить настоящее постановление губернатору, председателю правительству Кировской области. Четвертое. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. Ставлю на голосование вопрос о принятии данного постановления. Прошу голосовать. За 43 против 2 воздержались 2. Решение принимается. Уважаемые депутаты, подошло время перерыва. Объявляется перерыв на 45 минут. Желающие могут перекусить в закулисном зале или пообедать на первом этаже в столовой. Спасибо. Продолжение следует...